Лопата, первая корова. Сейчас храм построен, школа государственная построена. Ни рубля за 20 минут государство не дал. Поселить себе может, кто-то говорит, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я сказал в коровой администрации, я говорю, у нас тут ни одного такого администрации. Статистика наша говорит, что лжет. Ну и дальше, женщина про себя знает другое. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое за ваш дарт. Мы вынуждены с вами распрощаться. Понятно. Спасибо, Христос, вас, что вы приняли нас. Нам хотелось бы с вами на улице потом сфотографироваться. Вы сфотографировали нас уже много раз. Сейчас, подожди, еще одну книгу покажу. Так, где же она у меня? Это 20-й. Я давал, кажется, кому-то. Мне дали почитать. А, дай мне, пожалуйста. Это мои беседы приватные с Александром Мениным, священником, который зовут Бенбалу. Это самое передовое священник. Их сегодня за миллиарды нельзя купить. Вот она. Потому что его нету. Это мы с ним сидим и беседуем. Скажут, а ты написал, а да Катапаурио все. Слышно же, как ложечка обрешает. Их нигде больше нету. Вам не надо доказывать, как оно все, как изготовлено. Вот сейчас только спрашивают, говорят, сколько это стоит. Если я тебе скажу 10 миллионов, это не все. Посмотрите. Маленький момент. А вот. У мусульман превалирует на 7 голов. Это синий и зеленый свет. Все. Это весь Коран. По сурам и аятам. За 1300 лет, что было сказано о них, в сравнении с Библией. И как прийти к мирной жизни. И поэтому в милиции, когда у них там экстремистские какие-то выступления, они всегда приезжают за мной. Я у них главный лектор по всех отделах милиции и краевого МВД. Так что тут никаких проверок. Видите? И Коран. Допустим, евреи живут золотом. Ну, кому неизвестно. Вот оно, золотом светок мира. Понимаете? Они открыты мокром. 23. Это за 3600 лет. 3600. Что было сказано об евреях. И как нам прийти к мирной жизни. И как самым хорошим от них воспользоваться. Я работаю конкретно с ними, с людьми. И у меня в лагере дети и греки, и немцы, и евреи, и цыгане. И никого лишних нет. Это без помощи государства, ну, еще 40 лет. Вот у нас, когда вы откроете этот сайт, который дали. И там фильмы отнялись. Один фильм занял первое место в России. Второй фильм – главный приз на международном киноконкурсе. Ну, главный приз о документальных фильмах о православии. И нас назвали «Искорка возрождающейся России». Хотя на самом деле там у нас крохотулька, там ничего и нет. Но люди увидели это самое главное. Христос сказал, если человек не отвергнется себе, то есть своей яроссорщик, не возьмет крест, следует за мной, не достоин меня. Первое – это самоотречение. Вот у меня дети в лагере. Встаются от 5 часов. Вы найдете такой лагерь? А почему? Пословица говорится. Кто рано встает, там что-то бывает с ним. Детей нужно научить любить природу. Мы здесь все стеклышки соберем. Мы должны им показать, что, приходя в этот мир, мы его встретили уже облагороженным. Вот у вас у всех есть мобильный телефон. Я вас спрашиваю, кто его изобрел? Пока я ни разу не услышал. Дети у меня знают, кто? Мартин. И начинает говорить. Купер. Так, дети, давайте за Мартина помолимся, он живой. Какой хороший прибор он дал. В детях должна быть благодарность за все. И то, что жизнь ему дала мать. И за то, что природа. И то, что изобрели вот это все. Для нас, наши предшественники. Кто изобрел интернет? Ни один не может ответить в университете. Тим Бернесли. Тим это Тимофей. Дети это знают. Дети, давайте за Тимофеем помолимся. Какой он хороший. Какой умница. Он страдал. Он мучился, изобретал. Неудачные опыты были. Понимаете как? Ребенок все должен знать. Они знают у нас о Боге. Знают, кто губернатор, кто премьер-министр. Это патриоты. У нас лозунг писает, Россия должна встать. Представьте, для ребенка это сейчас не заложить. Он безродный. Он просто мотается. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вас. Спасибо вам. До свидания. Счастливого вам пути дальнейшего. Мы из Барнаула. Я Лапкин Игнатий Тихонович. Православный проповедник-миссионер. И мне Господь позволил издать за 8 лет 38 книг. Книги эти очень далеко. Вот эти три книги последние. Они переизданы сейчас. И пост на подарок Путину, Медведеву, Патриарху. И видели детей от них. Вот, допустим, вот этот вот красный. Это новый завет толкования в полное сапокалипсисом. За 2000 лет это первое издание. То есть эти книги не то, что уникальные, а они, кажется, не имеют аналога. Допустим, был такой священник, которого убили. Александр Мейн. Все слышали. Везде. Вот. Вот наша книга. Это наши с ним беседы. Сегодня миллиарды долларов давали, нельзя издать. Почему его нет? Его убили. А это еще в 80-х годах мы беседуем обо всем, что есть и как должно быть. Это наши мои беседы с Александром Менем. Но они в аудио выставлены, я дал кому-то. Дальше. Вот эта вот книга, мы о ней предупреждаем вибриотекаре. Очень нежелательно давать ее навык. Она сразу уходит. Если кто-то связан с журналистикой, они прямо из зала его могут утащить. Это 300 поэтов России за 300 лет, что по определенной теме. Я в разных университетах вел занятия. Радиопрограммы вел за рубежом здесь. И вот задают вопрос, какое участие приняли поэты в подготовке революции. Вопрос-то. Его ответить просто невозможно. Я конкретно Волошин сказал то-то. Бонин, в лавиатуре, с которыми сказал то-то. Мережковский и шесть поэтов на каждый вопрос. О войне. Высоцкий что сказал, Дементьев, Маршак. Шесть поэтов. На каждый вопрос шесть поэтов. Я добавляю, что без Евгения Втушенко просто не осилить эту работу. Это главный был помощник мой. Дальше. Иногда спрашивают. Да это естественно сегодня. И издать книги практически невозможно. По библиотекарям не надо говорить, как эти книги изданы. На Алтае их не издают. Там где-то, сейчас я покажу, где. Письмо право ставят. Вон последнее. Материал для этой книги я собирался в 40 лет. Предисловие здесь сразу говорится. Помогу бы в услуг прочитать вот это. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. То есть это вопросы, которые касаются каждого абсолютно. Это и крещение, покаяние, церковь, семья. Ты даже сон видишь? А что такое сон? Люди спрашивают. Это все объяснено трехтысячелетним материалом, взятым здесь. Вот здесь. Иногда спрашивают, как можно сегодня эти книги издать? Вот эти трехтемниках издать, 2000 экземпляров. Переиздали сейчас. Стоимость зашла за миллион, чтобы выкупить. Это невозможно. Но, естественно, учитывая, что у меня минимальнейшая пенсия, если можно вслух прочтите, кто спонсирует книги. Можно даже вслух прочитать. На все вопросы дам ответы. Слух. Спонсорская помощь в издании книги. Сохолу Борису Александровичу. Президент Объединенной Химической Компании Щекина. То есть люди, имеющие на это, что они понимают, эти книги, это не пасторальный роман. Конкретный вопрос. В России за последние где-то 20 лет исчезло 17 тысяч поселений. Нина Данилова, депутатка ПРФ, законодательное собрание, она говорит, потери в поселениях, это не просто вычеркнули его из аналогов где-то там, из списков. Это потери земли. Это потери государственной важности. И мы взяли конкретно землю, участок, за подписью Сурикова. Православное поселение. С нуля начали. Лопаты вскопали. Первую корову купили. Сейчас храм стоит, школа стоит. 21 год. Мама с Кирилл. Ни одного рубля государство не вложило. И детей не надо, внуков, продавать в Международный валютный фонд. Как сегодня лезут, берут в долг не знает где. Мы конкретно каждый вопрос решаем по делу. Я говорю, вот детей много. Беспризорно. Я начальник детского лагеря 40 лет. Без помощи государства. Тысячи детей. И все в фотографиях. Вот у нас фильмы снятые здесь. На сайте показывают. Один фильм первое место в России взял. А второй главный приз на международном киноконкурсе. Почему? Люди увидели это как раз то самое, о чем необходимо. Вот мы в Саловской были. Ну это каждый год. Ну и получилось так, что подошла Ольга Васильевна. Это младшая дочь Васильевна Шукшина. Фотографировались там стали. И я говорю, что ж такая печальная. Она говорит, какое отношение вот эти пляски всю папе имеет. Я не пойму. Говорит, церковь православная. Он до конца был коммунистом. Я, говорит, понять не могу. А когда стали мы говорить, она это то, о чем он был. Говорил. Пробудить в человеке совесть. Совесть первичная Евангелия. Совесть, ну она не знала, как рассказать. Я сказал, совесть это участок души, через который слышится голос Божий. Человек совестливый. Он может быть бедный, богатый. Он может быть счастливый, но он нужный. Человек бессовестный. Какой бы должность ни занимал, будь он президентом, его проклинать и внуков его будут. Разбазарили. В богатейшую страну вам будет презрение. И она, как теперь нам объединить усилия, вместе до этого выступили. Я не знаю, у меня другая цель сейчас. Я вот за книгами, за изданием провел больше 30 тысяч часов. Отдешите вот здесь показать. Вот смотри. Так. А так это? Не могу еще. Я любую возьму книгу здесь. Вот посмотрите. Набор. Набор делал я сам. Компьютерная мерзка делаю сам. А в 62 года мне показали, как его включать в штепсель. В фотошопе я работаю сам. Это же смешно. У меня 74-й год. И поэтому ссылается на возрастное. Это не надо. Ты научись жить в том состоянии, в котором есть. Есть у тебя глаза, есть руки. Не это важно. Важно, если у тебя сердце, наполненное Христом. Эта жизнь временна, она такая короткая. Люди не могут сказать, для чего живут. Смысл жизни. Стали спрашивать в ЦИОМ, это институт международного общественного мнения. И не знают. Половина людей вообще ничего нет. Ну живой и живу. Ну живу. Ребенка вырасти, дом там, дерево. Какая выдумка? Да это не в этом дело. Дело в том, что ты можешь не дожить ни до ребенка, ни до кого. Если жизнь закончится в 10 лет, она должна быть у тебя. Я это впервые прочитал у Виктора Гугловна. Спасти не жизнь, но душу. А вот в этом все. Когда сейчас Женицыну Нобелевскую премию присваивали, ну за архипелаг ГУЛАГ, он говорит, я еще в детстве слышал от стариков. Они говорили, люди забыли Бога, отсюда все. Отсюда насилие, отсюда грабеж, отсюда коррупция. Бога забыли. А раз Бога забыли, живет только в этой жизни человек. Поэтому хватай, ешь, жри. Четыре рта. А если есть вещи, за все отвечать, как надо быть осторожным. Вот у меня детский лагерь. Я могу сказать, по многим параметрам, вообще никакого нет. У нас во время игры мальчики не имеют права к девочке пальцем прикоснуться. Почему? Целая мудрая и стыдливость, на чем строилось все. Но мальчик, девочка знает, это кормилец, это защитник, это будущий священник. Мальчики везде, если обед много, то в первую очередь мальчики. Где бы ни было, мальчик впереди, он с защитниками, а она уже стоит во втором ряду. Так было всегда. Ни о каком равноправии Библии не говорит. Равноправие это насмешка. Нам есть чему поучиться мусульманам, как они одеты. Сегодня что, всю страну одели в трусы, ходят. На пляжи раньше так не ходили. И это же все в Евангелии написано. Христова кровь омыть сильна нечистоту порока. И отойдет от нас вина, как запад от востока. Вот такой поэт здесь, Бальмант, он пишет. Одна из в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. И вот, допустим, вас интересует мусульманство. У вас мусульмане приходят, у них зеленый свет превалирует. Пожалуйста, полностью Коран, Пасурам и Аятам разобран. В сравнении с Библией. Ни о какой врождении отречет. Как прийти к нам в мирной, счастливой жизни? Это вообще этого нет. Евреи любят золото. Пожалуйста, золотого цвета книга. Три тома. Что о них было сказано за 3600 лет? Это правители, поэты, все здесь. У нас есть очень мощнейшее оружие, которым мы можем бороться с мусульманами. Если в время какое? Любовь. Ты окажи ему любовь и покажи со Христом жизнь счастливее всего. У нас других истоков нет. Если мы рассуждаем что-то о России, то даже вспомнить, откуда это все. Кто Пушкин был? Как он умирал? Вызвал священника, испобедовался. А не так, чтобы последнюю пулу себе... Вот это кратко, что можно тут по книгам сказать. Вот эта вот книга не моя, но я ее везде дарил. На русско-немецком легко изучать. Новый завет. На двух языках идет. У Чирышевского что делать? Там написано, как изучил язык. Я считал и на русско-немецком. Так, мы оставляем везде вот такие визиточки, ознакомьтесь. С вашего позволения мы хотим оставить. Мы библиотеку ставим не ниже администрации. Можно тут просчитать. Ваше место в библиотеке вы можете взять 38 книг православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Это толкование нового завета с комментариями о сегодняшнем положении в православной церкви. Ответы на различные вопросы и проповеди, по слову Божию, на Бога служителю. Все? Если можно, значит, мы вам оставим, и люди будут приходить. Да, вы, ну, везде, тут и везде, только православные кресты, ни одного слова лишнего нет. Сумеете раздать? Ну, читатели приходят. Мы хотим людей привлечь в библиотеки, чтобы люди поняли, здесь наследие тысячи детей. И если мы этого не поняли, вообще, для чего тогда жизнь нужна? Люди, эти не умерли, они где-то находятся в раю или в аду. Вот Достоевский говорит. Христос, если бы кто доказал мне, что Христос и истина несовместима, то я предпочел бы остаться лучше со Христом, нежели с истиной. А эти люди знали, о чем они говорили, и видели. Без веры в Бога человек самый страшный здесь на земле. Я сам был полетопрещен, в пяти тюрьмах было. Тут все написано, фотографии есть. Я сейчас покажу, даже здесь. Вот мы стоим с Бавариным, Владимиром Николаевичем. Вот видите, это я судился 11 лет после реабилитации и выиграл процесс. Вот он стоит. Вот это вот стоим с Патриархом рядом. Это не на улице такие фотографии. Ясно? И вот сейчас я покажу. Вот я иду арестованный. Видите, летят цветы. И как идет суд, до одной буквы все записано так. Потому что было записано, или так во Францию отправлено, там напечатали, а теперь перестали и все перепечатали. Самый, конечно, ценный материал, это вот до 2000 лет впервые он вышел. С откровением, полное толкование. Вот это вот второй том, я сейчас покажу, где-то зелененький он. Так. Помогите, оба сомнений. А, вот он как раз. Это как беседовать с сектантами, с разными, с баптистами, с адвентистами. В моем доме пришли многие из них, стали православными батюшками. Здесь никаких нападок. Просто вот что он говорит, как мы должны отвечать. Какая нападка у них, как мы должны отвечать. Это миссионерские труды. Ну, вот так. Если у вас будет желание в дальнейшем учитать веков, встретиться. Здесь можно через скайп, можно по телефону, ну, по стационару. Задавать вопросы, кто-то задает. Я в октябре уже буду в городе. Сейчас мы стараемся пройти через Кулунду вверх. Мы доехали до Москвы, от Байкала. Каждый, в Баллике, я показывал документы. Центральная библиотека страны имеет эти книги. Мы из Барнаула. Из Барнаула. Мы в Мамынском районе, поселок Потеряевка строят. Ну, там брат мой священник. А я летом с детским лагерем. Начальник детского лагеря. А этот, наш батюшка в Егорьевке тут был? Мы никого не только заезжаем в библиотеку и уезжаем. Мы показали, в какие библиотеки. Староски, другие заезжали. Не староверы вы звучали? Кто? Вы не староверы? Мы, нет, мы православная церковь, патриарх Кирилл. Мы одинаково. Мы с одной церкви. Ну, а староверы, вы вопрос задали. Вот один из-за фитон. Что за 380 лет касано староверов? Староверы, это что? Это те, которые приняли князь Владимир. У людей настроения такое, староверы, это что-то страшное. Староверы, это те, которые христианство Владимир принял. А при них они, 1656 год, ну, двоеперсия заменили на троеперсия. А сегодня уже прямо церковь приносит перед ними извинения. Даже какие-то были самосожжения. Сергий Радонский молился двоеперсия. А Серафим троеперсия, нам о чем спорят? Его бы святые. Нам нужно научиться широко смотреть, не узко по-сектантски. Просто, ну, надо вникнуть в эту суть. Говорят, что самое ценное христианство? Ответ один – Христос. Не храмы, не купола. Это все не один раз уже ломали. Жизнь во Христе. Вот. Суточка нельзя. Там программа открыта. Так. Мы уходим. И все равно помолимся. У нас тяжелая. Готовы? Да? Мы готовы это принять в дар? А, начальник, сейчас посмотрю, в вашу бумагу написали, он поглядел. Какие проблемы тогда? Так. Ну, просто, чтобы... Вот это вот мы желаем, чтобы, когда приходят люди, они могли помочь. Я позвоню сейчас, Нина Александровна. Звоните, пожалуйста. Я звоню, но не дозвонюсь. Пусть кто-то из них подойдет к нам. Вот посмотрите, вот эта книга рассказывает. Это 300 поэтов России за 300 лет. Какое вы счастье по определенным делам принимали? Я добавляю, без Евгения Втушенко, мне бы, конечно, не осилить такой материал. И в Московской библиотеке, и везде они есть проповеды. По любому вопросу, что эти, по этой галопаты говорили? Сейчас я в этом пущу. Ну, надо вникать, конечно. Сразу так надо послушать, очень интересно, и вникнуть. Да. Вот они все, они сколько уже общаются? Кто-нибудь подошел? Здравствуйте. А вы не выключите? Может, она там обратно могла подойти? Нет. Вот эти четыре книги переизданы. Вот эти. Послан в подарок Путину, Медведеву и Вильямии библиотеки. Вот эти. Сегодня это невозможно издать. Вот только переиздали вот это, а вот старым изданием. 2000 экземпляров. За 1 миллион завалило издание. Это вообще сегодня ни к чему не поступить. Но мы пошли на это. Господь нас погудил. Это не наша заслуга. Это все Христос нам позволил. Здесь 3467 моих стихотворений, моих лишек. 80 из них положены на музыку. Вот оно все здесь. Так что... Мы вникнем, конечно. Это вот отдельное мусульманство. На первый взгляд общение интересно, но надо всегда во все вникнуть, почитать. У меня глава администрации, это был Баварин, еще живой, опаздывая на работу, до трех часов сидел сидеть там. Я говорю, вы верите? Это, говорит, не то слово. Ну вот потому он и почитал. Я, говорит, сам участник этих событий. Участник, он и погиб тоже. Почему таких людей-то убирают? Ну, видите, всегда было так. Ивдокимов у нас ушел. Или ушли. Я им сказал сейчас, они... Я вижу, с каким удивлением смотрят. Я говорю, сам политзаключенный. Я в пяти тюрьмах отбывал сроки. В лагере смерти. И Бог освободил меня только уже во время перестройки. И теперь, видишь, что мы сделали? Взяли землю, новую деревню, где ни пить, ни курить, ни материться. Глаза не видали этого. Но однако это можно. И мы на практике показали, что это возможно с Богом. Без Бога невозможно. Утро начинается с молитвы. В детском лагере у нас так же. Но дети такие же растут. Они учатся и на коне ездить, и доить коровы. Все. За ягодами каждый день купаются многократно. Все недели готовят концерты. Вот вы этим там и живете, да? Трудитесь. И сами кормитесь там. Главное, что у нас храм построили. И мой брат, Метапет Моложий, он священник. И все это снимки. Под каждую книгу. Видите, она на все книги. Что-то я слышала про лагеря. Ты что-то так мельком совсем. 64 страницы цветных фотографий. Это же понятно, что на новой бумаге. Какая-то цена. Иногда спрашивают, где такие книги издали. В Барнауле не издают. Они не могут издать. Мы 7 месяцев уже не получаем ни одной книги. Тоже на новой книге. Что мы получили? Только дарственные книги. Вы еще не осознаете. С этими книгами у любой библиотеки, даже государственной, другой статус. Это от земли к небу. Даже вот смотрите, надпись, как идет. Вот. Вот это посмотрю. Открытым оком. Я сделал так. Открытым. А вот кавычка. Оком. Я поднимаю глаза как бы умышленно. Не по-русски выворачиваю глаза. Посмотрите к небу. Это метр сорок занимает сколько? Как назвать? Открытым оком. Или второе название. Вот оно. Посмотрите Библию. Здесь ответ я даю на 4124 вопроса. Вот первый том окрытым. Это политика, экономика, социология, семья, работа, будущее, еврейство, мусульманство, старобрящество, православие. А в Шишковке вы с читателями встречались? Кого? В Шишковской, Барнаульской библиотеке. Краевой. В Шишковской? Вот в данный момент нет. Нет, раньше. Раньше было. Ну а книги там есть, да? Я в 5 университетах отмыковывал занятия. Примерно около 20 школ. Во всех отделах милиции, городской, краевой, это я единственный, кто был. 17 лет с местным СИЗО сотрудничали. Во всех воинских частях. То есть у меня охват просто невозможен большой идеей. Вот приехал в Москву, мне сразу на радио пришлось выступить. Приехал в Вашингтон, сразу потащили выступить перед людьми, рассказать, как это. Вот она нас услышала, директор Кэстонского института из Лондона прилетела. Она на возную кучу, и она живет там, профессора психологии, как в течение одного месяца, ребенок, наркоман, он совершенно неузнаваемый. Как это могло? Обнимают бабушку, это другой человек. Это невозможно без Бога сделать. Это абсолютно невозможно. Вот я говорю с Ольгой, этой Шукшиной встретились, когда она говорит, какое отношение сейчас, говорят, выходят священники. Говорят, совершенно не то. Мой отец коммунист был. Он до конца и умер таким. Но только услышал, о чем я говорю, она говорит, нам нужно объединиться. Это именно то, о чем говорил мой отец. Пробудить совесть у людей. Такую страну, богатейшую в мире, на грань полную катастрофу поставить. Как это так? Это что, с нас Бог не спросит? За такие сокровища и 72 место в мире занимаем по уровню жизни. Что, это нормально? Почему вы делаете? Потому что это моя земля, мой народ. Ответ один. Посмотрите. Можно взять почитать. Это наша тоже мы дарим, но отдельно от этих книг. А, отдельно? Да. Он говорит, я не журналист. Поэтому мой наказ, помните, если связан с журналистикой, книгу назад никто не возвращает. Ему говорят, штраф в 10 раз больше стоимости, это 300 рублей. Он говорит, зарплачу. Но книга моя. То есть это, ну, спроси, что Буин говорил о приходе революции? Так, ладно, чем вам еще помочь? По любой тематике, каждый парень. В общем, мимо, чтобы информацию какую-то или кто-то другой. Так, если никого больше не будет, мы, значит, попросили, вот это вот вам показали, которые приходят, считатели в руки. Я успел немного сказать там на совещании. Ну, пока мы еще примем, она оформит. Сейчас придет Татьяна Александровна, надо их оформить. Так, тогда если никого не будет показать, не слышите. В Биск? В Биск, оттуда немножко подвернем и в Горналтай. Ну, сейчас координаты ваши есть. Игнать Тихонович, про эти говорили, нет? Спрашивают, чем нам помочь еще? Помочь, мы просим, когда уезжаем молитвой. Мы ночуем где-то в лесополосах, готовимся, едем дальше. Мы до Москвы проехали южной стороной, через Тулу, и теперь в верхнюю вернулись, до Байкала. У меня полная папка этих благодарностей. Никакого, говорит, нет финансирования в библиотеках. Мне все почти в библиотеке ответили так. Ну, нету, но теперь я стал в тупик. И что? Чай может у вас не поедет. Спасибо, Христа, мы уже сегодня поедем. Потому что один ответ, это моя земля, мой народ, весь ответ. Ты это не понял? У нас в лагере главный логинок, Россия должна встать. Второй логинок, Россия-это вы. И маленькие вот такие вот, Россия-это вы. Это надо смотреть. Вот о нашей жизни сняли фильмы государственные. Один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Причуствие. И это все на нашем сайте. Далее он у вас, это лежит вам, и синий. Да, да, я вообще. И вот сайт нахажем здесь. Вот это еще возьмите, пожалуйста. Я уже за. А вы, кто приходит, людей нужно привлечь в библиотеки. У вас будет, если библиотека работает, жить все никогда не забывайте. Сейчас мы пока сдавать не будем, сейчас придет наш редактор, книги обработаем, обштампуем. Коротко сказать так, допустим, о чем. И информацию дадут в газету, чтобы сначала познакомились, потом уже там кто-то, если желает. Вот это вот зеленый свет мусульман, это полностью Коран, по 40 аятам. И за 1300 лет, что было сказано, все заложено. Как нам прийти к мирной жизни? Конкретно, я работаю с мусульманами и знаю. Вот это вот книга, видите, «Евреи любят золото». Вот она, золотого цвета книга. За 3600 лет, что о них было сказано? И как нам прийти к тому, чтобы что-то нам оставалось в России, а не в Израиль гнали? Как? У нас есть мощнейшее оружие бороться с ними, со всеми. Как? Любовь. Окажи любовь, внимание, покажи, жить в мире со Христом превыше всего. И мы на деле, фотографиями все это здесь показано. Вот в мейлру, если зайдете, Игнатий Лапкин, напишите. Мейлру, там 503 ролика, 530 роликов она столько, 3800 фотографий. Ну тут уже без обмана все. С кем встречались, засняли, показали. А уже кто принял, не принял, но краем уха он коснулся. Вот это второй том. Это как работать с сектантами. Баптиисты, адвентисты, яговисты. И в моем доме пришли столько сектантов, и они стали православными батюшками. А сегодня, ах, свидетели ходят, секты запретить. Не запретить. Для Путина мы все родные дети. Он не имеет права запретить, они закон не нарушают. Их зарегистрировало краевое дело юстиции. А церковь подбивает им голову поотворачиванию. Это наша смерть, если мы кого-то трогать будем. Вот сейчас в храме Христа Спасителя забежали, плясали и прочее. Мне звонят там, ну отовсюду, из Испании, из Израиля. Что делать? Патриарх призвал к стоянию. Двоих посадили. А у нее ребенок маленький. Народ на их стороне. Александр, Невзоров все там теперь уже. А что надо делать? Я говорю, деньги было собрать немного, купить вот такой замок и повесить на храм Христа Спасителя. Храм осквернен, будем молиться на улице. Сердце народа сострадающими будет. Весь народ привлекли бы к себе. Нам никого не надо трогать, нам нужно голод наклонить и сказать, во всех бедах виновны мы. Это самая конструктивная программа. Это мы допустили такую беду. А просто виноват он и водолой. Это проходили уже. Египет, и он сталин проходил. Люди не могут понять, что начинать надо работать с самого себя. Как? Ранее мы все встаем всегда в одно время. 4.40. Спокойная молитва, чтение Слова Божия и за работу. 4.40 встаете? Попробуем. 4.40? Всегда. Одинаково. Вот выехали и в этой машине жарятся целый день. А мне это в радостном. Я увидел новые лица, пришел человек, глава администрации небезусчастный оказался. Это уже начало покаяния. Мы не можем говорить, люди, давайте жертвуйте деньги. Мы не нуждаемся в этом. У нас главное на бензин собрали, мы поехали. Вот я приехал, оставил деньги. Я от вас ни рубля не взял, а я рад, что вы такие, что приняли. Я должен себя считать счастливым, что люди приняли от меня. Янглазаус говорит, Бог мог бы сделать, чтобы вода шевелила бы не песок, а золото. А на ком бы доброту ты показал тогда, когда никто ни в чем не нуждается. И для нашей пользы, он ребенок, теперь все силы приложи, чтобы у ней была жизнь, как поется, счастливый матерей. А ее надо сохранить в соломудрии, в стыдливости. А у нас сегодня как кинули, всю страну раздели в одних трусах женщины, хоть все нормально. Ты маленько глубже посмотри. Ни одна мусульманка за 1300 лет не вышла в таком одеянии. Они нас многому научат, они не пьянствуют. А давайте изгоним мусульман, евреев. С ума сойти, какие лозунги идут. Как говорится, бей жидов, спасай Россию. Ты, может, по башке, по темечку поколоти, там у тебя жид сидит. И он выйдет оттуда. Да Христос, еврей. Богородец еврей, на кого ты рот-то разеваешь, человек? Кому ты молишься? У нас лично в государстве никогда не было людей. Сейчас он пишет, газета «Комсомольская правда», у меня статья. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас было бы сегодня 600 миллионов. 450 миллионов. Какой змей горыный сожрал? Ну, вдумайтесь, вот, если об одном ребенке плачем, почему 450 не вызывает слезы? Миллионов. Не то, что я такой-то патриот, но это моя жизнь. Татьяна, книги тебе. В каждой книге здесь примерно 3000 ссылок на Библию. В каждой книге. Мне Бог дал эти знания, я их изложил. Вот книгу откройте, здесь набор делают. Вот, посмотрите. Набор делают. Набор делают. Это мой набор верстка, я сам делал ее. Мне в 62-го года показали, как включать компьютер. Я провел за компьютером больше 50-ти тысяч часов до 8 лет. Это все позади. И теперь я это отдаю. Я могу, а почему можно к ней сразу идти? Где она? Теперь коопировать надо в России. Просто и понятно. Мой народ, моя страна, другого не будет. Вот по-любому вопросу начинает судить, ругать руками. Еще судить, когда начинаю работать. Я просто говорю, я 40 лет начальник детского лагеря, я его образовал. Ни рубля государству не помогло. А у меня там были цыгане, и евреи, и русские, и греки. Кого только не было. И баптисты, и адвентисты. А уезжают все православные. Мы никого не заставляем. Они видят жизнь, дети это понимают. Это Новый Завет, полное толкование по святым отцам. Впервые вышло до 2000 лет. Это библиотека, не библиотека, а типография, чтобы не стоили страницы. Посмотрите. Впервые столкование с апокалипсисом вышло. А кто апокалипсис? Посмотрите. Это в моем доме пришел миной. И теперь мы стоим на заборках истории. Хорошо ли это? Да. Вот смотрите. Я начальник организаторов детского лагеря. 40 лет. Ни рубля, ни государства не дали. Тысячи людей по нему. Какой лагерь? Повторите по-русски. Лагерь какой? Детский. 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 Он особый, уникальный. А тут, видите, много, и усак, и все здесь о нем есть. Абсолютно все. Вот в каждой книге 64 страницы цветных фотографий. На какой бумаге? Вам не надо рассказывать. Это сегодня издать абсолютно не его. Вот это вот я переиздал. Только переиздание за миллион завалило. А у меня в тельце минимальное 5300. Я сам набор делаю. Вот здесь даже увидите концовочку. Вот посмотрите. Набор делаю я. Компьютерная верстка моя. И сейчас фотошопы. Больше 30 тысяч часов я провел за этим. За компьютером. Это трудно. А сейчас смотрите. Пока на меня внимание. Вот у мусульман зеленый цвет флаг. Вот зеленый. Вот все это открытым оком. 30 томов. Они все одинаково называются. И считать можно как. Открытым оком. Как бы поднимая глаза. Я даже показываю, что это к небу. Вот. О Коране. Весь Коран по сурум и аятам разобранный. Весь. Что за 1300 лет говорено было у мусульмана. Как прийти нам к мирной жизни. Возможно ли это. Что нужно сделать. Я среди мусульман жил. Я знаю, что нужно. Все здесь. Вот евреи там обобрали то, другое. Опровергать нельзя. Так и есть. Вот пожалуйста. Три тома подряд. Что об евреях. Золотой. Золото они любят. 3600 лет. Что о них было сказано сделано. Как взять самое хорошее. Как я могу этим людям помочь мусульманам и евреям. Мы едины на этой земле живем. Мы должны всегда брать по самой высокой шкале. Бог дал короткую жизнь. Сумею ли я реализовать себя перед Богом. К чему он меня призвал. В Библии написано. Христос сказал. Блажение счастливее давать, нежели брать. И люди удивляются. Это бесплатно. Бесплатно. Вот в одной библиотеке принимала, видимо, комплектатор. И заходит. А у вас про старое обречество есть что-нибудь? Я говорю. Вот седьмой том. Одиннадцатый. Она под мышкой пошла. А мне говорит. Доклад делай. Это тематика. Допустим. У вас разные. Баптисты. Адвентисты. Это вот как с ними беседа. Второй том. Я миссионер. И у меня в доме люди приходили, делали с православными. Вот мы конкретно. Вот я 17 лет преподаю только в одном университете. Бесплатно. Ни рубля не получаю. Это наш принцип. Это вот люди. Это работники нашего лагеря. Пожалуйста. Это моя первая книга. Вот из моих стихов где-то 80 положено на музыку. И они все исполняются на сайте. Я ставил сайт. Теперь пересчитайте их, пожалуйста. Количество. Иван Иванович. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33. 2 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 на 4 26 28 30 32 на 4 38 38 покажу на на что вот эта вот книга тут предисловие говорится 40 лет собирался материал истинно православие это окрещение покаяние о библии обо всем это там и издание вышло вот это симфония жития святых русские люди они воспитывались почти тысячу лет на жития святых ну как какие святые были варвара алика мышца татьяна достаточно вспомнить один какой-то факт из жизни сказать я помню ее львы терзали ага слова лев открыл лев и по льву сразу найдешь какое число и где находится чтобы человек мгновенно сообразил и понял что это житие для тебя танюша будь похожа на нее самое мало востребовано будет вот эта книга это симфония 11 экононических книг но на нее ушло более пяти лет по одному слову как найти где-то где-то сказали допустим говоришь ты найдешь мудрого человека и стирай пороги дома и вот исходи чаще использовал порог по слову порог она покажет так как книга сираком 6 главный 4 стих а макий шрифт там таким набрата вернигородским это лучшая симфония в мире это все признают вот это толкование нового завета до апокалиптиса было теперь полностью с откровением потому что здесь если вы уже слышали отца геннадия фаста толкование как раз его здесь и есть вот посмотрите он в моем доме обратился отсюда смотрите приводится также толкование в откровении на богослово что составлено протиреем геннадием фастом в 80-х годах это по моему поручению начал делать и сделать это самое лучшее толкование на отдельном виде продаются вы про андрея курова слышали вот он ко мне приезжал эти книги а слышали про отца александра меня за рубиев которого слышали да вот 20 тонн это наши беседы с ним вот они супер уникальны потому что его нет живых мы вопросы политики всего касались из пленки теперь все это собрали где-то я не вижу его вот он вот она вот это с александром меня беседы их нельзя повторить а на сайте наше аудио там тоже там уже проверили сити мы сидим разговариваем там слыша как чай мешает он это был гениальнейший человек да он евреи резкий священник но это был настоящий человек большой буквы но остальное здесь уже что вы это вот в атома разбор жития 1173 биографии во свете библии все приближено к сегодняшнему дню здесь философии ни слова нету в каждой книге примерно три тысячи ссылок на библию я просто знаю но мне было дал знание вот говорят люди в армию пошел потерял там в то время служили не полтора года четыре года я во плоти и только за время службы в армии я изучил английский немецко-французский языки бог дал я выступал людей там это на их языке проповедовал а там бог мне дал я сейчас отошел от всего оставил только одну молитву и форум и нам только на форуме тысячи три статьи ну я вам дал вы зайдите туда там все положительные отрицатель никому не нравится но у вас хватите самую суть мы делаем это единственное что необходимо людей познакомить со христом чтобы люди жили по божьим заповедям любили старших родителей какие должны быть дети вот мы ходим когда людей призывали на собеседование ну бабушка лежит да я никому не нужна сын бросил баба это не так бог тебя любит же почему ты лежишь что мне 73 года я не лежу ты почему не молишься за президента за пример министра за патриарха за милицию чтобы они делали как положено чтобы правители хорошие законы издавали это все на твоей совести ты лежишь ты свободно молись за пожарником за милицию за всех бог дал нам право взывать к нему мы какие счастливые отче наш это отец небесный он слышит и он позволил нам здесь быть отец василий толстенко вы найдете здесь фотографии как у нас в двумястях мы сейчас к нему едем мы никогда не думали тот же военный следователь был у него биография сложнейшая и он услышал у него родители по него и по жене по наташи они из баптистов от десятников но он услышал живое слово от нас и стал православным священником это мое чадо это живой труд конкретным а сколько он добра сделал после этого он до того жертвенный но он строгий а по-другому нельзя хочешь научить ребенка плавать веди его к воде не на суше плавать так и кроме того хотелось подарить еще вам немножко это не православное мы выменили у них но они хорошие 10 западе для ребятишек для маленьких а вот эти вообще замечательно тоже это не знаю кто баптист или кто издавали для детей но это одинаково на всех языках салтыри тоже для библиотеки больше у нас ничего нет сейчас еще куда поедете а потом дальше мы едем до байкала сделание снимки давайте вместе сфотографируемся на в интернете когда вы зайдете вы их увидите да прямо колокольник сами здесь подрежут конечно не так так Михалыч иди сюда 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 все где-то кусали мы спим-то едем в тайге но он вообще-то где-то что-нибудь так внимание так все еще сладоисусу еще на другое Прямой еще не сделал. Вот ребята стоят, вы их увидите тут в книге. Тут снимка, 64 страницы, все наши. Конкретно чем мы занимаемся. Так, внимание. За прошлые годы в государстве у нас уничтожено 17 тысяч деревень. Мы получили землю, уставляющуюся в основных деревень, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это совершенно новое поколение вырастает. Без помощи государства. За 20 рублей рублей они дали. Храм первым делом построили. Школа государственная. Это все самое, без всего. Земля обрабатывается. И все здесь написано фотографией. И поэтому, когда мы говорим, и люди начинают стонать, нам это не подходит. Мы должны работать. Рано вставать. У меня дети в лагере стоят в 5 часов. И они говорят, это особое поколение растет. Не, не, не. Так, подожди, мы это заберем. Мне коробки обязательно. А, ну тогда ладно, хорошо. Ну это, сейчас. Еще коробки где? Унесли на это, да? Вас, подожди, по лагере не можем прийти. А? Вас просто не прийти. У нас еще книги не размножены. Мы даже по району поедем. Спасибо большое. Спасибо вам. Храни вас Господь. Вы понимаете? Ну я не буду вас убеждать. Библиотека это центр всего. Это всегда так было. Неграмотный музей сделать нельзя. Вы связаны с учителями. Без благословения ничего не будет. Священник благословляет. Администрация вас в центре села всегда затягивает. Они на другом уровне геном понимают. Необразованный народ это шпана, это грабители, это насильники. Смотрите, какое нам наследие Бог дал русских людей? Какие поэты, писатели? Вы на свою специальность должны смотреть не так, что делать нечего, я сижу здесь. Активно ведите работу. Мы так не смотрим. Каждая из того, вот эта книга 752 страницы. Это не брошюрки какие-то. Вот посмотрите, как открыли где. Вот наши дети вышли из храма. Посмотрите. Ну, посмотрите, что за картина. На какие светлые лица у детей. Выставки прошли по Америке, в Австралии все говорят, да что за люди-то, где вы берете таких? Каково? Правда. Все красивые, все чистые. Понимаете, это новое поколение. Ну, согласитесь, если за фильм о нас снятый, дали первую премию на международном киноконкурсе, а второй фильм первое место в России, ну, это не на дороге является. А мы ничего, собственно, не делаем особенно, но просто живем нормальной жизнью. Посты соблюдаем, это у нас сейчас пост. Мы православные. Не то, что крестик надел, а мы едем дорогой сейчас. Мы проехали 200 километров, мы остановились, палатки встали, помолились, по 100 поховок положили. Матерь Божия, благослови и сохрани нас. За нас все молятся. Надо жить интересно, красиво, даже вот в том, что есть. У меня стихотворение здесь одно про мою биографию. Я написал, жизнь заканчивается, за мной гоняются. Я сидел в тюрьмах, пять тюрем прошел. Вот посмотрите, за слово Божие, за издание архитилла ГУЛАГ, за то, что брал интервью у репрессированных. Я не стыжусь говорить, что... А вы с Солженицыным были знакомы? С кем? С Солженицыным. Мимо проехал, надеялся, он заезжал к нашим, а я в это время в лагере был. Ну а с детьми знаете какая? Он был в Томске у пастор. Здесь фотографии вот здесь есть. Сейчас еще покажу, покажем. Вот посмотрите, я иду арестованный, меня ведут под конвоем. Вот цветы летят. Вот фотография. Это опубликовано было в Парижской газете. Все, как суд идет, судья, кто что говорит. Это деревню начинали строить, я постоянно вел беседы с людьми. Образование. Вот я хотел сейчас стихотворение прочитать. Я с Моисеем на своей вершине, в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житий не пройден. С той стороны земли на все в межу. Я учился на штурмана, на море плавало. Там такое стихотворение есть. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончины других я улег за собой. Это все здесь. Это я был в армии, это моя жена. Она училась далеко в Кызырске. А это Потеряевы были репрессированы, раскулачены. Через 72 года вернулась наша Потеряевка. Фамилия Потеряевы. А в деревне Потеряевка, это одних. Вот как. Так, вопросов особых нет? Я вас оставляю. Спасибо. Спасибо. У меня авторитетная несложность. Храни вас Господь. До свидания. Отличные отметки. Пройдет полмесяца, уже отчислено. Выкинули. Но Господь, видите, как сейчас сделал? Это я написал за 8 лет. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. И когда будете смотреть, там набор я делал сам, верстку делал сам. А у меня 74-й год. Я с ребятишками ношусь на велосипеде, у меня три голубятни, никакой нужды нет. Я еще ни одной таблетки не съел. А зачем? Болею я, не болею. То есть болезнь какая есть, это что-то болит. Это естественное старение организма, как старение машины. Сойдутся пенсионеры. А как болеешь? Я тут. Да никак не болею. Я совсем не болею никак. Надо смотреть на мир и радоваться. Благодарить Бога, Господи. Благодарить за то, что и говори все, что у тебя есть. За скорби, печали, болезни, за здоровье. За все благодарить. Вы все равно на мой вопрос не ответите. Ну, я отвечаю вам. Врага можно смирить только смирением. Ну как? Вот зашли в семью, убивают, тут же стоят. И что? Смириться и смотреть? А ты ничего не сделаешь. Ну практически. Вы дома, у вас оружия нет. Зашли пятеро с автоматами. Ну и что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Единственное, что я могу встать на колени и молиться. И вдруг они остановились. Они мусульмане. Они остановились. Говорят по-своему. И заговорили. И сразу верующие. Отойдите. Эти выйдите, это верующие. Они верующим не трогают. Вот и все. А остальные, остальные искать некого. Я это испытал себе. Меня спасать главный инструмент в моей жизни. А как они насчет этого говорят? Что это неверный? Наоборот, убей неверного. Нет, нет, нет. Это неправильно. Не убей неверного. А когда неверно поднимает войну. Это неправильно. У них этого нет. Нет, нет, в Коране ни в одной Суре, ни Аяте. Я это знаю, потому что от корки до корки 18 тонн. То есть вот эти вот все войны, которые происходят, и убей неверного, значит, это идет... Это месть. Нет, но месть идет тогда. Они, ладно, вы воюете с солдатами. Но они же воюют тогда, вот эти все взрывчатые. Ну хорошо, кто пришел к кому-то в Афганистан-то? Пришли-то русские туда. Кто еще? Нет, ну их же попросили, чтобы пришли. Наши, что ли, сами хотели. Никого нету. Наши не хотели, эти солдаты. Да мало что не хотели. И никто из матерей не хотел. Ну хорошо, пришли белые, попросили. Гитлер пришел. Ну как воевали? Как захватчиками, оккупантами. Кто советский для Афганистана был? Для такой маленькой страны 2 миллиона погибших, 18 миллионов всего, это громадная потеря. И нам это сотню лет надо будет заглаживать. И что вышло, опять ничего нету, как будто не было. 14 700 трупов вывезли оттуда. Зачем это нужно? А сегодня в Чечне. А, пошли по бабам. По бабам? Ты домой не придешь. Он к зубному ведут, и жена, и идет, и муж рядом, и брат. С ножами сидят рядом. Прикоснуйся, можешь водоподбородка, не тронуть грудь. Двое сидят с кинжалами. У них по-другому смотрят. А не девушка замуж вышла, в этот же день она должна умереть. У нас вообще это право, нас хоронить некому будет. Нам далеко еще до них расти. Нам многому можно поучиться, но они Христа не знают. У них есть этот менталитет, а у нас это уже не знаю. Ну, нас так приучили людей. Потому что мы вот они, началось. Да, у нас только матерна. Он даже не понимает, как мать моя. Он серьезно воспринимает, что когда ругается матерна. Для них это оскорбение смертное. И мы должны сознательно, мы здесь проигрываем по всем статьям. Но у нас Христос. А у них нету. Христос умер за мои грехи. Он искупил. У них нету. Магомед не умирал за них. Магомед человек, он не Бог. У нас самое главное, что христианцы, это наш Христос. Так он тоже человеком был? Он Бог. Бога-человек. Он Бога-человек. Не человек он был, а Бога-человек. Когда считаем символ церкви, веру Бога истинно, от Бога истинно. Рожденно, несотворенно. Это символ. Итак, до свидания. До свидания. Приятно было с вами познакомиться. Храни вас Господь. Пообщаться. До свидания. Счастливо вам доеду. Да. Я говорю, так говорит Бог. Господь требует, чтобы погружение в церкви было троекратное и полное. Чтобы крещение было настоящее, надо человека научить. Идите, научите все народы. Второе. Троекратное погружение и делать бесплатно. Сегодня все три условия нарушаются. Я об этом крещу и трублю. Венчают, а венцы держат сзади над головами. Они должны быть на головах. Чего ради? Какое венец-то, когда на голову держат-то? Все таинства нарушаются. Я православный, я не могу смотреть, как попирается православная вера. Я об этом и говорю. Говоря о государственных делах, крупных делах, финансовых махинациях, я говорю все с указанием телефона, адреса, кто это работает. Он теперь раскаялся, теперь он приносит. Вот здесь вот 74 человека, которые у нас пришли к Богу через занятия в университете. Это 15-й том. Каждый том имеет какой-то целенаправлений. Здесь вопросы, ответы разных книг, которые выходят. Это вот как беседа с сектантами, как образовать общину. Это отдельно как работать с детьми. А ваша община в Мамонтовском районе? Да, в Мамонтовском районе поселок потеряю. Которая в Барнауле, в Ползуново-шесть. Но мы в храме, в соборе, все. В собор, который епископ, мы там же вместе служим и все. Но у нас еще и отдельно мы собираемся, когда батюшка приезжает. То есть нас ничто не разделяет, это наша вера. Но идти на то, что все продается, покупается, мы не идем. У нас ни за крещение не берут деньги, ни за венчик. У нас ни за что не берутся деньги. У нас свечи, вот они ставят. Ни одна церковная свеча у нас гореть не будет. Они нечистые. Мы покупаем воск, льют, и батюшка ставит сколько надо. У нас в церкви ни одного рубля не движется. Никто не ходит. Встали, 7 минут мы углубились в молитву. Дальше врата царские открываются, началось богослужение. Мы пришли Богу молиться, а не комки устраивать здесь. Это по самой высшей мерке православия. И почему сектанты, которые, сектанты, такое уж название, это в аптеисты, адвентисты, которые касаются с нами, очень многие перешли и стали батюшками. Это лучшие батюшки в нашей стране. Они знают Писание, это очень хорошие люди. Но они не церковь, у них нет священства, у них нет таинства. Повторяю, сектанты по многим параметрам лучше нас. Ну, в большинстве. Но они не церковь, а вне церкви нет спасения. И я на этом все время стараюсь вам уникать. Ну, Господь. Показащий. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Скажите, пожалуйста, вы как в штат, знаете? Потерпел, можно сказать, огромную-огромную потерю. И он строит храм, город Тула. А там отец Леон Суворов. И он ему книгу как-то дал. И он тогда выступил спонсором. И таких людей там, главные, по сбербанке управляющие. Ну, то есть люди есть богатые, которые осознают. В наших книгах реально как? 17 тысяч всего разрушено. Мы взяли конкретную землю, получили статус без помощи государства 21 год. Не рубля. Строится школа, храм. Но поселиться может кто-то дал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Когда я сказал, правила эти в краевом отделе института были зарегистрированы, в краевом администрации, я говорю, так у нас тут ни одного такого нет. Во-первых, в статистике мы говорим неправду. Вот эти все матерятся, вот эти курят. И так проще. Но именно так жили люди. Мы вернулись к истокам. Вот я начальник детского лагеря. У меня строгие правила. Строгие. Во время игры мальчик не имеет права, девочки даже пальцы не прикоснутся. Почему? Саламудрие, стыдливость, на чем основывалось все. У нас образец сегодня есть, это мусульмане. Показать. А это все русское, исконное русское. Но мальчик всегда первый. Это кормилец, это защитник, это судья, это священник. И они это все понимают. В лагере подъем в 5 утра. Да такого лагеря нет сегодня. Молитва, чтение, пробежаться по России, искупаться. И привозят ребенка, они говорят, мы купили наручники, прикол на батарею. Из-за того все вытащил. 14 лет. Через месяц они не могут узнать. Ну, прослышали там в интернете. Прилетает через Останкино директор Кэстонского института из Глондона Ксения Дэннон. Привезли прям с Останкино, специально сопровождающих. Там профессора психологии. И исследуют. Секрет. Понятно, что не на дороге валяется. Потому что сняли фильмы о нас. Один фильм занял первенство в России. Второй главный фриз в Югославии международном киноконкурсе документальных фильмов о православии. И выводят главные движущие силы, тирея с большой буквы, любовь. Любовь это не всегда своленность. Ребенку нужно показать рамки. И вот у нас, которые люди нашего рядом с нами, дети бывают, ни один не попадал под дедовщину. Это многие погибшие там. Ни одного развода. Это мечта любого правителя. Это все в книгах отображенных. Как это сделать? Вот если подъезжаешь, в город написано. Путин сказал, единая Россия, великая Россия. Она единой в чем? Мне приходится быть на разных конгрессах. Ну, приглашают. И какая обвиняющая идея? Ну, паралитария всех стран объединяется от Павла. Там КПС, ЦЭС там. Ну, нет этого. Я говорю, я знаю. Как? Вы знаете? Да сегодня никто не знает. Я знаю. Пишите четыре слова. Это то, что нас всех объединит. Дети, воспитанные. Я еще не доспользовался. О, дети, так это, конечно, будущее. Воспитанные во Христе. На основании Святой Библии. Это совесть. Это осознание того, что Христос умер за тебя, пролил кровь. И себе не преднадлежит. Жить нужно для Бога. Это ребенку вкладывается. В каждой книге. Допустим, вот книга. Восемнадцать веков. Основной свет мусульман зеленый. Полностью здесь развод Корана, пасура на и аятах. В сравнении с Библией. Повторяю книги все. Шито. Это просто на корешке хрустит. Вот. И что о пустыльманах было сказано за 1300 лет. И как нам прийти к миру? Как быть полезными друг для друга? Я 17 лет, я в пяти тюрьмах был, я знаю психологию заключенную. Как подойти к этим людям, которые уже попали туда? Как подойти к этому мусульманину? Не просто он плохой. Вот эта книга, это как беседовать с сектантами. В моем доме многие баптисты, адвентисты пришли, стали православными батюшками. Ни нападок, ничего нет. Мы просто берем самое сильное, которое их руководители беседуют, и их книги. И на этой основе мы говорим, почему мы признаем Божью Матерь? Почему мы крестимся? Почему крестим детей? Здесь все объяснено. И когда им покажешь, какие они хорошие, они очень хорошие эти люди. Просто клините, у вас сектанты плохие, мы хорошие, этот номер не проходят. Они хорошие, они работают нормально, они разводов не счастливы, но они не церковь. Вот я на что беру. У них нет священства. А нет священства, нет таинства, нет причастия. И поэтому надо войти в церковь. И они это понимают. Вот здесь у вас в Анжеросушенске. Одновременно прислуживал Геннадий Яковлев. Это республиканского масштаба комсомольский работник, двоюродный племянник, главного идеолога Старова Иисуслова. А потом, когда он стал яромонахом, в моем доме он обратился. Как раз, в моем духовном чаде. И можете слышали, это было в Красноярском крае, Тура. И Кришнаид убил его, отрезал головы, зашел в алтарь и бросил на престол. Там было от патриарха Алексея, второго тогда было где-то. Этот человек жил здесь. Я специально приехал, как бы, могу сказать, почти память. Это был большой человек. Он закончил Одесский исторический факультет. Комсомольский работник на Украине. Представьте, дядя, главный идеолог страны СССР. И он обращается к Богу, делает сейромонахом. Это Бог делает. Вот у меня следователь военный. Он обратился сейчас, служит батюшкой. Был еврей, привезли одного отец на вам в Израиль. Он обратился в помощник патриарха, священник православный. Это Бог делает. Повторяю, это не моя работа. Вот здесь 3460. Все это не мои сихотворения. Все они по 9 куплетов. 80 положено на музыку. Музыка дается. Это просто Бог дает. Я когда назад возвращаюсь к стихам, я первый раз их вижу. У меня поэты спрашивают, где вы берете такие темы? Тема абсолютно обо всем. Я на молитве стою. Мы каждый день молимся. Сегодня мы ночевали где-то в лесополосе. Мы по порядку. Мы не можем где-то ночевать. У нас с собой все есть. Стали, утреннее правило. 100 поклонов обязательно. Там все описано. Вот в интернет, если войдете, мы оставляем свой сайт большой. Кто желает, если получить, я вам сейчас дам. Можете переслать. Кто-нибудь возьмет. Это огромный супер сайт. Такого мирения. Там 50 книг моим голосом зачитаны. Это Гиблия, Архипеллах Дурак, 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых. Ну, то есть Ян Кронштадтский, там Серафим Саровский. Если вы зайдете на форум, а вверху написано православное, это два сайта. Кормы на тело открыли. Видите, это сайт. И сразу на корме, там 1300 тел. 530 роликов о нас. Эти фильмы, которые я назвал, «Причустия и Златоуски потеряйки», они онлайн можно смотреть. Вот. Ну, здесь хотели, кто тут отвечает за все. Показать. Вчера мы были в Кемеровской библиотеке, в городской, а до этого были в Краевой. Надо будет снять ксерокопию, потому что мы побыли да уехали. А тут бывают и какие-то вопросы. Ну, в Кузнецкой тоже большая. Да, можно это снять. И вот, смотрите, в библиотеке, она родилась страны. Ленинской библиотеки теперь, в Москве. В Парвановской библиотеке. Большая, очень Кеменская. Большего размера библиотеки. Четыре этажа, как и на другом. Кеменская. Вот в Толмске были тоже большие библиотеки. Мы кое-что распространяем не церковно, если у нас этого нет. Можно было бы дать. Это извещение академика Вихачева. Тоня Прощительствова, может быть, известно. Отношение к библиотекам душа выровняется. Библиотеки возьмите к библиотеке. Может не быть университетом, институтом, научным учреждением. Но если есть библиотеки, культура не возьмёт. Допустим, академия не хочет. Если это кому-то может быть, я просто положу здесь. Людям нужно дать осознание того. Это не просто культура. Это наша история, это наша жизнь. Как они никогда-то любили Бога. И вот отношение к патриархии сегодня спрашивают. Тоже можно было бы снять. Если можно, прощайте. Сейчас, смотри. Библиотека державная Духовно-просвидительского центра патриархия Владворья с благодарностью приняла в чар от Лапкина Игнатия Кипновича книги «Новый завет» с паркованием блаженного Феофилакта с комментариями Лапкина «Симфония на жития святых», «Симфония на неконические книги Библии». Для Слова Божия нет... Патланинская библиотека, главная страна, у меня такие книги, скажут, что я кое-что показываю. Омская, Тюменская, огромная библиотека. Больше ста уже мы проехали. Это не экстремистская, конечно, литература. С такой литературой, говорит, к президенту не вылазит там. Были какие-то, видимо, сигналы, что это необычное дело. И милицию, и уголовный розыск. А потом выходим, фотографируемся. Я сегодня одному батюшке сказал, нам дают репоту, что мы православные. Я слишком много занимался историей на разных странах и скажу, что это несправедливо. Мне, конечно, это приятно. Представьте, проверка, я православный, от меня все отступились, сотрудники ФСБ тут фотографируются. Но те люди, которые считаются ниже нас, они не хуже нас. Вот в чем дело-то. И рано или поздно нам придется за это отвечать. Я пользуюсь льготой, которая как бы сваливается на меня, что я православный, у меня двери открыты, библиотеки принимают. А тем, значит, вот те свои бобки, библиотеки, там от меня не ходят и светили, и голову по домам где-то. Смотреть надо, к чему призывают. Я вот за что. Я просто внутренней болью делюсь. Мне хорошо сегодня, но я боюсь как бы... Да не боюсь, я просто знаю. Мы многое-многое отпускаем из виду, когда дозаботимся о сегодняшнем деле. Вот в разных библиотеках, так людей собирают, мы поступаем конкретно. Вот посмотрите еще. Показал я несколько дуков. Попитаться в этом. Это 74 человека, которые пришли через занятия в университете. Это бывшие парторги, работники, прокуратура. И как они стали верующими? Обратный адрес и их телефон. Это очень интересно. Если кто пожелает, потом увидим. Спинара спрашивает сегодня благословения, не понимая даже этого слова. Вот благословения. Слово щели. Первое. По благословению, пресвященному Евгении, епископа Ишинского и Сибирского. И по благословению, пресвященному Максиму, епископа Барнаульского и Артальского. То есть, это официально. По одному слову, как найти из 12 книг, житей святых, мужа и жития. И основное, о чем говорили. Люксин камень привязали на шею. Это 12 томов, 1173 жития, биографии. И, ну, слышал, не знаю, там ребенок, стоял в 3 часа в воде. Ребенок дитя, или вода нашел, и по нему теперь сколько раз в 12 томах встречается в какой книге? Как поисковить, сказали. Тут еще одна книга есть. У нас, простите, ради Бога, у нас люди сейчас все разъедутся. Сейчас я скажу так, пару слов. Слышали, у Витта Александра Медис, священник был. Вот это моя личная с ним беседа, встреча. Этого больше нигде сегодня нет. Мы все познакомимся, вы не переживайте. Так, там сейчас. Возьмите, где эти сайты? Раздали уже все. Там еще внизу потом везет. На первом этаже. Тебе дать? Требе секундочку. Требе секундочки. Не расскажите, не расскажите. Я вам еще одну информацию дам. Закажите на наш сайт. Так, мне парочку. Показали. Тебе рассказал, то есть, попили расширку. В шопе пришлось покопать. На каждой книге, получается, я сэкономил 31 тысячу. Вот какие вопросы люди задают, я поэтому так, как говорят, на вскидку. Издать такие книги сегодня невозможно. Вот этот трех том, как мы переиздали сейчас. Две тысячи экземпляров. Стоимость за миллион зашла. Это абсолютно невозможно. За восемь лет стоимость издания в девятнадцать раз повышалась. Ты спрашиваешь, а как можно было издать так книги? Прочтите, пожалуйста, в трех точках. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной Химической Компании Щекиназо. То есть, вот такие находятся люди, к которым попадают книги. Слово Депурс, там генеральный директор Автопресс Пургин. Он помог нам 250 тысяч только на фотооброводах. Посмотрите, смотрите пока. Так, где мы приходим, мы вот такие вот распространяем и мы вам оставим, чтобы вы тоже это попытались сдавать люди. Прочитайте, пожалуйста. Дело в том, что мы библиотеку ставим не ниже администрации. Людей нужно привлечь к знаниям. Это вы? Да, это я. Православный крест. Поставьте, пожалуйста. Вот, которые приходят к вам люди, им вот это вот, вот такое вот, мы специально отпечатали. Мы оставим, сколько сможете раздать, чтобы людей привлечь в библиотеки. А вы из Барнаула или нет? Да. Открыли иногда. А кто там как благословил? Вот, посчитайте. Нет, нет, я просто спрашиваю, потому что мне дарили из-за Окской духовной академии. Это адвентисты сегодня? Да, поэтому я спрашиваю. Это православная. Видите, вот смотрите, православный, епископ, Максим Благословение. Так, вот эта книга, она как бы автобиографичная, два священника пишут о мне. И о том, как мы строим деревню. Леша, тише. Вот мы стоим с Бавариным. Такой мэр был, погиб. Владимир Николаевич Баварин. Это я с патриархом. Ясно, что это не на улице. Пап, ну мы пошли, мы пошли. Леша, тише. Эта книга является ключом к остальным. Теперь спрашивают, так книги, вот так издают, ну ясно делаю, просто показать сбоку, так же, ну любой библиотекарь скажет, как эта книга и смотрится, и прочее. В Барнауле не издают, они не могут. Единственная типография, которая так издают, это вот. Можете посчитать. Не будет. А они все одни и те же, или в каждой степени? Это все разное. Все разное. Это 30 томов открытым. Я посмотрела, что там ответы разные на вопросы. Вопросы разные, ответы. Пожалуйста, вопросы разные. Второй том, это как беседовать с сектантами, с баптиистами, с адвентистами. А, вот они по томам. Да, да, да. А, я говорю, православные, сектанты отвечают, как я должен ответить. И когда мы с ними беседуем, тут никаких нападок, ничего нету. Просто мы делимся знанием Писания. И они понимают, они не церковь. А вот Завокская была, я с ними знаю про Пестора, я знаю его когда. Ой, какое стихотворение, хорошая жизнь продолжается. Вот видите, вера. Тут одна есть. Вот эта книга, она не наша. Я оставляю. На русском и немецком Новый Завет. Для студентов. Это просто подарок. Вот это вот, это наша беседа с Александром Менем, священник, который убит. И больше нигде нету. Вот 20-й том. От этого. Тут еще на что обратить внимание. Вот это вот, трехтомник. Это Новый Завет. Полное толкование за 2000 лет, первое, вышедшее в одном издании. Это какая? Правда, на втором вышло сейчас. Красный трехтомник. Он там в углу живет. А можно посмотреть вот в изоте? Какой именно? Трехтомник? Красный. Что это? Толкование этого? Полное толкование. Полное. От Матфея до вместе с Апокалипсисом. По всем святым отцам собрано. И тоже 297 моих комментариев о том, что необходимо проповедовать, нести Слово Божие. Вот, допустим, вы знаете, зеленый свет это главный свет у мусульман. Здесь я разбираю весь Коран построен в неоядном в сравнении с Библией. Что было о них сказано за 1300 лет. Как нам прийти к мирной жизни во Христе. Это у нас ребятишки. Это у нас одна в деревне держит 6 пород куриц разных. Ну, я лагерь привел, чтобы дети знакомились. Это ребятишки рыбачат. Это все наши фотографии. Видите? Какие они? И чтобы они стали смотреть, вот, пожалуйста, это в каком-то лагере. В каком месте это тоже наши ребятишки собрались. Детский лагерь, он начальник. Какие фотографии? Надписи, священное написание. То есть, оно должно заговорить. С родителями детей, да? И так, и так. Это игла, это, знаете, лапки. Везде игла большая. Они из их творения. Это подбор Малон, да? Так. Мамонтовский район. Дайте, у вас телефон. Мамонтовский район. Мамонтовский, это ж не так далеко. Это Путина политика. Я, например, очень удивилась. Ну, я знаю истоки этого. Вот это вот изречение очень хорошо было напечатать в библиотеке, чтобы все могли прочитать. Ну да, это я уже слышала. То есть, значение библиотек это не то, которое я даю тебе. Это центр. Он не ниже администрации и прочее. Я хотел показать несколько вам Кемеровского уда, где мы проехали. Вот, допустим, я думаю, вам не безразлично, что Кемеровская областная имеет книги. Вот. Сейчас посмотрите. В принципе, мне не важно. А самое главное, я посмотрела книги. Кисельев. Смотрите, вот мы прошли до этого. Юрга, а так вам все относятся. Новокузнец. А то у нас уже довольно такой путь прошел. Вот. Осинники. Это все Кемеровская область. Ну, я вам верю, вы мне... Это целая пачка. Самое главное, чтобы мне... Теперь, что означают эти книги? Книги эти все основаны на Священном Писании и православном. Но это не означает, что, как люди понимают, православные учат Богу, молитвы. Я много лет преподавал в разных университетах, вел занятия. Три радиопрограммы во всех отделах милиции, воинских частях, я миссионер. В моем доме пришли многие сектанты и стали православными батюшками. И мы вам оставим визиточку, по которой войти можно будет в сайт, наш громадный сайт. Сайт этот... Сейчас я покажу. Вот. На нем легко зайти в форум для Куголь. Там есть, я где-то... отношения к церкви. Это тоже немаловажно сегодня, потому что так государство строило. Вот и благодарности церковных центральных органов. То есть, эти книги находятся в церкови. Вот, около храма Христа Спасителя, рядом в Москве. Вот город Прохопий тоже ваш, это настоятель сам. Он давно знаком. В моем доме он пришел к Богу. Отец Владимирович. Эти печать, все, посмотрите. Вот в Воскресе как раз мы с вами поспели. Я вам сказала, что мне достаточно того, что вы мне сказали на словах. В принципе, мне нужно много... Это мне именно Красноярский показать. В Воскресе. Вот. Теперь сами клеили. Я начальник детского лагеря. Сорок лет. Без помощи государства тысячи детей. Это все отображено. Вот что пишет наша центральная газета Алтайская правда. Уж потратьте время вот это посчитать. Да уж, конечно, просто интересно. Можем копию снять. Можем копию снять. Можем копию снять. Можем копию снять. Так, конечно, если нет, потому что мне будет интересно именно что книги. Мне уже высылают, где мы были, вот как раз книги, да, я стою, прям свежие совершенно, возьмите. Потому что будет намного интереснее, когда... Потому что, видите, мы уедем, а у вас могут быть вопросы какие-то, скажите, у меня на этой ксерокопии, тем более я не только... Нет, даже не только вопросы, мы всегда собираем и свои твои ведения, чтобы было о чем сказать. Когда большие библиотеки, я обычно собираю все библиотеки, и я 3 минут 20 приступаю перед ними, скажу, что без интереса ни разу не было. Если можно, сярокопию хотя бы несколько снять, я вам не заказываю. Так, сейчас подождите, я посмотрю, а то у меня не было отчетов, я не ушел, ты не вижу наверх, как раз, где-то. Дрелищ Благовестков, тут фотограф, тут я с Баварином встаю, он передает здание. Я был полетзапрещенный и освободился, реабилитировал, и теперь здание мне в частную собственность дают. Это вот я с Патриархом. Вот. А вот это у нас в фильме сняли. Фильм занял первое место в России, документальный фильм о православии, и второй фильм первое место в международном киноконкурсе. Это все на сайте. Мы распространяем в каждом, и хотим, чтобы вы другим давали вот эти оставить, эти православный крест. И вот так все тут будет. По-моему, вот одна она и есть. Вот такое приглашение. Хорошо, хорошо. Да, это вот телефон мой, а это наш сайт. Вот. Теперь. Здесь вот одна книга есть такая. Вот это вот мои личные беседы с Александром Менем, православный священник, который убитый был. Их нигде в мире нет, причем это мои беседы с ним. Мы касались буквально всех вопросов, и они здесь. То есть это возобновить никак нельзя, и вопросов жёвого нету, и поэтому никак. Вот здесь, это вот 20-й том. Отдельно, значит, вопросы иногда задают, как сегодня можно издать книги, все на сетной бумаге, склеены ни одной нет книги, все сшиты. Как это можно сегодня издать книгах от спонсора. Это президенты, компании там где-то. И одна книга вот эта, как-то запомнить надо, ее на руки выдавать, кто связан с журналистикой не рекомендует, ее сразу уводят. Это 300 поэтов России за 300 лет, что они говорили по определенной тематике. Вот они, сейчас вот покажу. 300 поэтов России. И по определенной теме, допустим, о революции. Что сказал какой поэт Максим Илья Новогошин, его стихотворение, место из Библии. Что сказал об этом Ван Бунин, лауреат Униска, что Миришковский это. На каждый вопрос, который мне задавали по радио, я отвечаю 6 поэтов. Я их просто знал. Это 20 тысяч файлов я должен был так ответить. Ну, без Евгения Стушенко я бы не осеял. В сыром виде материал представлен до книги. Тут мне тогда уже легче было. Отдельный том, иногда спрашивают, а кто благословил. Там проще это. Сам из церковь приходит. Епископ Максим Алтайский. Епископ, это Новодедовский был. Вот, Евтихий. Два епископа. Вот этот материал, это особый материал. Это как работать с сектантами. Баптисты, почему мы признаем Божью Матерь. Почему они, вот как сообщает православный. Сектант говорит так, номер такой-то православный. Почему мы крестим детей? Почему мы крестное знамя совершаем? В моем доме пришло много сектантов разных и стали православными батюшками. Это единственное место в России, где вот такой отток начался в обратном направлении. Обычно там с сектантом все валятся. Вот. Вот этот том полностью посвящен мусульманству. По сурам и аятам весь Коран разобран. В сравнении с Библией. И за 1300 лет что было сказано здесь? Как нам жить мирно? Возможно. Как их обратить ко Христу? Это все здесь. Это целый том. Это как считает энциклопедия по ним. А делим, допустим, вот три тома, начиная от 23-24, это о евреях, 3600 лет. Что было сказано и как прийти к тому, чтобы дать им понятие о Христе. И все, что было поэтами, политиками сказано, все обмантировано здесь. Ну и здесь же, в моих стихотворениях. А скажите, а как вы к этому пришли? Здесь где-то и описано. Я обратился, но еще будет 50 лет, как я после армии обратился к Богу, в руки мне дали Библию. Я здесь детство верил. Ну, знал Богородица, там, достойно, больше ничего не знали. После службы в армии, когда я вышелся на штурмане, в это время, в это место мне попала в руки Библия. И я обратился. И с тех пор Путин начался так, вот здесь. Здесь такие есть фотографии. Здесь как бы ваша биография немножко. Да, вот я и был арестованный. Это святые летят. И как суд, шел процесс, все здесь дословно. Вы хотя бы страниц 10 прочитайте. Это как ключ к остальным книгам. Здесь 3467 моих стихотворений. И 80 примерно из них положено на музыку. Это все здесь. Когда вы войдете на форум, на сайт, вы просто поймете, что такого форума нигде нет в сайте. 50 книг моим голосом засчитаны там. Этого ни в гермировой сети нет. Там полностью вся Библия засчитана. Архипелаголог, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития святых, Игнатия Брянщинина, Иоанн Кронштадтский, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Киченко. Это все вот здесь вот на нашем сайте. Можно скачать, на сидеть дома, на кухне, делать и слушать. Я сам на все время теперь. И когда где-то есть что-то, это вот 11-й тот освящен старобрячеству. Когда начинают старобряции, такие люди ничего не знают. Здесь 380 лет заложено. Старобряция, это князь Владимир, Сергий Радожский, старобряция. Вот так молились. Ну, они, а Сергия, это сказать, а Сергий Мшаровский, так, и что нам спорить? Когда и так молились, канонизировали и так. Нам не спорить надо, а работать. Люди Бога не знают. С Христом непримиренные. Жертва Христа непринятая. Что мы все какую-то свою правду устанавливаем? Вот начинают говорить о баптистах, кто-то говорит, это хорошие люди, но они не церковь, у них нет священства. Они вне церкви. Они хорошие семьянины, работают, они не пьют. Мы должны все признать. Они очень хорошие люди, но они вне церкви. У них нет священства, нет таинства. И вот на этом, когда я беседую, Господь их уловляет. Мы должны быть день и ночь благодарны Богу, что Бог нам святую и православную делу. Понимаете, какие мы счастливые. Нам не надо брать... Вот здесь любой стих, откровение, все здесь оттолкование. По всем святым отцам. Блаженный Афеофилакт, это главное, конечно, указан здесь. По благословению епископа, это блаженный Афеофилакт и откровение. Это человек, который магистр богословия православного, в моем доме обратился. И он обработал всех святых отцов. Вот в этих трех домах опровержение всех лжетолкованных сектантов сегодняшних. Это громадный труд. Вот сегодня, там, где мы были, спрашивали, а сколько же вы тогда спели? У меня сунг был 2,5 часа в сутки. И когда вот даже откроете... Посмотрите, все книги на все этой белой бумаге, все сшитые. 64 страницы цветных фотографий на новой войной бумаге. Тут библиотека Руняра рассказывает. Видите как? Очень хорошо, что у вас нашлись соратники. У нас вот это мой брат, это моя родная сестра, батюшка. Хотя вот как раз он Сергея стоит, он кинолог с собаками. Вот он, это у него дома. И считает Библию, собаки сидят, слушают. Вы знаете, как знаменательно. Это моя хозяйка. Это приехали там помощники, говорю. Это я проповедую в храме записывают. В храме. Почему у нас есть иконы? Сектанты начинают там это, идолам кланяйтесь, они не знают. У меня здесь вот второй том зеленый. Как раз это все доказано. Как с ними беседовать? Иконы не идолы. Это приближение для нашей немощи Бог дал. И в храме они были, они не понимают это. Где Христос поклонялся в храме, там были иконы. Вот в чем суть-то вся. Видите, как в крещении на желудке, в воде. Батюшка, в визе. И наши вот эти фотографии, их везде берут по благословению патриарха, новые брошюры издают. Видите, как у нас, видите. У нас за трех лет готовятся ко крещению. Видите, как. Это вот сейчас в вашей деревне. Это мы деревню православную справа, в Мамском районе, с нуля. А где нельзя не пить, не курить, не водяриться, не воровать. У меня начальник детского лагеря, 40 лет. Православный, единственный лагер трудовой. 40 лет, тысячи детей подняли, ни рубля государство не дало. Мы говорим, вопрос детский решается в течение одного года. Вот 17 тысяч деревья не исчезло. Мы получили статус. Вот в этой книге все документы, эта книга из документов. Это средств истории наших. Это только начинает работать. Потеря Христи второй сказал. Говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Нет молитвы, ничего нет. Златоуст говорит, скажи мне, что ты не молишься, я тебе заранее скажу, что ты ничего великого не сотворишь. Мы сейчас только выезжаем на дорогу, и сразу начинаем молиться. Мы начнем в этой листополосе. У нас обязательно должно быть 100 поклонов. Мы совершим правила, прочитаем, помилуем Божию, живые помощи и благодарим Бога. 10 поклонов Христу, Божией Матери, Ангелу, Хранителю. Сектанты не знают, они сироты. Им надо показать величие, широту, всеобъемность православной веры. Какое там целомодие. Я сегодня не знаю, пришел, свечку, деньги туда-сюда, торговую точку устроили. Храм – это святость, это небо на земле должно быть. И говорят, ничего не сделают. Ну, я отвечаю просто, ничего не делали. Я знаю, как в секты попадают. Человек приходит с бедой, его вот так всего обостряют. Да, 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 это обольщение. А в нашем православии сам пришел, медленно сам доходил. Да, должен вот здесь. Все, то есть, что бы ни задал вопрос, это все здесь идет. Как я вам показываю, вот этот вот, как третий том, как образовать общину, как изучать Евангелие, как собираться вместе. Желательно, конечно, чтобы батюшка. В прошлом году 125 священников были здесь на исповеди, я им подарил всем трехтомник. Вот этот вот и вот этот. Вот эти вот книги, четыре, подарены патриарху Кириллу, Путину, Медведеву, Карлину, пристопу Максиму. Я положил это на свое сердце, потому что это мой народ, и вся моя Родина. Другого не будет. Это мне Бог позволил. И в каждой книге, вот вы откроете, увидите, ну тут адрес мой, каждый, ну вот он указан в начале и конце. Набор делал сам, компьютер-верстку делал сам, да еще и фотошопный. Больше 30 тысяч часов я провел за книгами, когда издал. Ну вот так все. Большой труд. Большое вам спасибо, Лариса. Пойдемте, сфотографируемся наружу. Божий, Господь позволил мне издать 38 книг. Вот я их привез. Вот это вот мы раздаем в население. Потому что мы библиотеку ставим не ниже администрации. Это визит, просто возьмите, пожалуйста, себе. А остальное оставляем, когда люди придут. Я издал 38 книг и оповестил все библиотеки, края и библиотеки страны. Ответ поступил практически от всех одинаковый. Вот, посмотрите, какое. Финансированное нет, рады мы приобрести, но не можем. Зная, сам знаю я, это отдельно, не моя книга, на русском и немецком языке «Новый завет». Я принимаю решение подарить библиотекам эти книги. Кто-нибудь прочтите вслух вот этого статей «Колдайская правда». Басочки есть. Ну, слушай, все услышали. Вот она. Да, да, вот это вот. Вот, маленькая. В своих книгах Лапкин ответил на... Нет, 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 вот отсюда, заголовок. Ну, я отсюда... А, ну, 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 ну. Ответил на 2900 вопросов. На днях Игнатий Лапкин, известный барнаульский православный проповедник, выпустил свой новый письменный труд «Открытым боком». Это 20-я, 21-я православная книга, написанная им за 4 года. Несколько экземпляров автор уже перевел в Германию, Грецию, Америку, Канаду, Австралию и на Украину. Новая книга – это 13-й дом моей серии вопросов, ответов и проповеди о православии, говорит Игнатий Лапкин. Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии. Читаю лекции в университетах, школах и воинских частях, частях милиции. Во время таких бесед люди задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да вообще обо всем, что их волнует. Так у меня набралось 2900 вопросов. В своей серии я на них отвечаю согласно Библии и трудов святых отцов. Познакомиться с книгой можно и в интернете. Вот адрес интернетный. Кстати, здесь же можно и задать новый вопрос Игнатию Лапкину. А то автор сетует, что практически на все уже ответил. Я сейчас в библиотеке показал, что... Просто ссылайся. Я с кем сейчас был в библиотеке-то? А с Антониной Васильевной. Значит, я показал. Мы проехали от Байкала. Книги находятся в библиотеке номер один, библиотеке Ленина Москвы. Библиотека называется номер два. Парламентская библиотека. И третья, это историческая библиотека Москвы. И далее все Рязань, Томск, Омск. Не Томск, а Омск, Рязань. И так по порядку все города и по низу прошли. И в Алтайском крае. В Алтайском крае, это у нас завершающий верх остался. Практически все получили. Я говорю это для того, чтобы у людей вызвать абсолютное, полное доверие к тому, что я говорю. То есть книги никакого не экстремистского характера. Показал шишковка там себе подряд, которую они покупали. То есть это на высоком уровне, на самом высоком у нас в стране. Книги эти проверены, эти печатают в интернете. А о чем там говорится, кратко показано. Дальше я показал документ, как этому относится православная церковь. Дело в том, что я православный, брат у меня протоиерей, и мы строим православное поселение. Мы можем вслух прочитать, хотя бы немного. Это благодарность патриархии. Патриархии подворья, это духовно-присотовский центр. Это от сюда и дальше. Русская православная церковь, московский патриархат, екатеринбургская митрополия, храм-памятник на крови во имя всех святых. В земле российской просиявших, духовно-просветительский центр, патриархия подворья. И дальше. Библиотека, державная духовно-просветительского центра, патриархия подворья, с благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завист» с толкованием блаженного феофилакта. С комментариями Лапкина. Симфония на жития святых. Симфония на неканонические книги Библии. Для слова Божия нет уст. То есть я все не мог, у меня кончились книги, а подают только вот эти книги. Вот. Знаете что, писать книги это одна отрасль. Вторая это издать. Издать сегодня редко кто может. Я читал в газетах, один говорит, я написал, но издать невозможно. Вот это Новый завет, трехтомник, полное толкование по святым отцам с первого века. За две тысячи лет впервые появился. Эти материалы не просто уникальные, а они сверх того, они единственные в мире. За две тысячи лет тут, это второе издание. И в две тысячи экземпляров от этой издать стоимость за миллион завалила. И спрашивает, а как это можно издать? Отвечаю, никак. И издать просто это, ну, это невозможно издать. Так, я не вижу, в четырнадцатом еще никак. На руках. Ага. В четырнадцатом у вас. Ну вот, пожалуйста, вслух прочитайте спонсоры. Такие издания великолепные. То есть, этот человек очень сильно пострадал. Он богатый, у него в разных странах там это предприятие работает. Но, внезапно погибает жена и сын. И он строит церковь, город Тула. Я его не знаю. Но священник, который ему дает мою книгу, он его как бы на этом останавливает. У него как у человека просто полное расстройство. Жил, была цель, только остался совершенно один. А что мне это богатство? Он храм построил. Перед храмом огромное там построил надгробие жене. Мы там были. Но попадает эта книга, и он начинает по-другому смотреть. А как человек издает? Он говорит, никак, у него ничего нет. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Я диссидент. Меня сажали. Здесь вот я иду арестованный. Я сидел в пути тюрьмах и в лагере смерти. А два поли заключенных. А за что? За то, что... Вот фотографию можете послать. Вот я иду арестованный. За то, что недавно опубликовали про новый мир. Тридцать лет, как впервые в России опубликован был архипелаг ГУЛАГ. И тут же сразу опровержение. Впервые опубликовали не вы, а православный проповедник Игнатий Лапкин, ровно на десять лет раньше вас. Я насчитал. И распространение этой катушки, от 11 катушек по 27, по 375 метров, от озвучания 8 часов 20 минут, умножайте на 11. Вот это раскатилось по всей стране. Ну и брал я интервью репрессированных. И получил свое. Ну теперь я реабилитирован. Многие сегодня даже подрастающее поколение не знают, как власть обращалась с людьми не второго, а они нас даже за второй сорт не считали. Несмотря на то, что я законопослушный гражданин. Вот посмотрите. Документ. Можете даже прочитать. Для репрессирования. Не каждый держал в руках такой документ. Вам самим интересно будет. А я только перед этим хотела задать вопрос. Потому что в начале 90-х годов я помню фамилию Лапкин. И она звучала именно с точки зрения как бы антагонизма. И поэтому я хотела задать вопрос. А как вам это удалось, если вас тогда репрессировали? Я помню, были публикации в газетах. Когда Алтайская правда печатает, я сейчас опять не вижу. Где это? Это слово Божие не тосит. Интересно, какую книгу еще? Это книга автобиографичная. Два священника пишут о мне. Здесь все статьи районные, краевые, союзные. Советский Союз был. И зарубежные. Мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. И у вас есть жители? Я скажу сейчас. Когда я сказал это в Крыловой администрации, после регистрации в нашей деревне. Они говорят, так у нас в Крыловой администрации ни одного нету может поселиться. Статистику улажен. Вот ты, говорит, материшься. А ты куришь. Игнатия Тихоновича. Они сами себя обличили. Такие граждане нужны в стране ни одного аборта, ни одного развода. Я плохо слышу, минуточку. Покажите. Второе. Чтобы людям вот это все дать, надо было не написать только, но подумать, как сделать дешевле. И в каждой книге написано, набор я делал сам, это 750 страниц, скажем, Томи. Верской занимался сам и работающий в фотошопе. Мне 73 года. В 62 года показали, как включать компьютер. Поэтому я хочу этим сказать, никогда не надо унывать. Никогда не надо думать, что сегодняшний день хуже вчера, что он лучше. И одному ничего не сделать. Вокруг меня были программисты. Вот я показываю, какие спонсоры. Вы знаете, свободный курс газеты. Директор генеральный Пургин, Алтопресс. Это один из самых близких помощников. Он на 250 тысяч рублей только фото-выводы помог бесплатно сделать. Главный банкир, это был Песоцкий Сбербанк, управляющий. Это один из самых близких, помогавших мне. Я начальник детского лагеря православного. 40 лет. Ни рубля государство не дало. Ни одной копейки. Это тысячи детей. В каждом селе стоит образовать такой лагерь. Беспризорность исчезла в стране. Вот и все. Вот говорят, 17 тысяч сел разрушено в стране. Я верю в этой статистике. Но депутат Государственной Думы, она законодательное собрание была, Нина Данила от КПРФ. Она говорит, это не то, что вычеркнуто поселение из списка Алтайского края. Это потеря территории страны. Земля пустовать не будет. Тут будут китайцы, тут будут узбеки, мусульмане. Вы понимаете, что вы делаете, закрывая школу в малых поселениях эти, закрывая библиотеки. Это Нина Данила говорит. Здесь я с ней полностью согласен. И я как человек русский, как называют патриот, я не мог в стороне остаться. Я раздаю эти книги. Я без хитрости их создал. Без лукавства отдаю. И если будет дальше встреча с читателями, сегодня можно по скайпу, можно на стационарный телефон. Считатели здесь задают. Ну как делать по кругу. Приехать, конечно, я не смогу. Спрашивает благословение сегодня на учили. Вот открываем селфон на житие святых. Кто может просчитать, посмотрите сразу. Благословение двух епископов. Алтайский Максим. Кто видит? Посмотрите. Подальше просто. Я тогда буду на тот край отдавать. Вот, посмотрите. Брат мой родной, он протоиерей. Кстати, сайте, 32 года встали. Я сам миссионер. В моем доме пришли многие баптисты, адвентисты, разные пятидесятники. Стали православными батюшками. Я миссионер, то есть мне Бог открыл двери к сердцам людей. И для этого вот второй тонн мной написан. Как работать с такими людьми. Это люди очень хорошие. Когда начинают гнать кого-то, это я считаю безумие. Страна наша никогда не была закрыта ни для кого. У нас места хватит всем. И у каждого свой талант. Ты его раскрою только. Я о себе говорю. Почему? Потому что моя биография, я лучше знаю себя. Взяли в армию. 10 классов строительный техникум. В школе учился, в корчевских учителей нет по иностранному языку. Ну тройку поставил в аттестат, раз их не было. Но за службу в армии учил английский, немецкий, французский. Уступал среди людей самостоятельно. Люди изучают политологи. Я самостоятельно изучил все политические системы мира. И когда была перестройка, ко мне самого высокого ранга. Первый секретарь приехал спросить, как думать и какой строй в стране будет. Я им соединял два строя и показал, это самый оптимальный, который есть на Манилах, Филиппина и Датский. Ну то есть это такой симбиоз. Люди не знают этого. Что в тебе есть таланты, которые надо развить. Их надо где-то коснуться. Это Бог делает. Я не знал даже этого. Я приехал в Латвию, за три месяца научился разговаривать и вышел на проповедь. Три месяца. А люди живут там 20 лет и говорят, они не любят русских. Скажи, как тебя можно любить, когда ты ни культуру народа не уважаешь, ни людей? Это другой народ. Ты присмотри, сколько же там хорошего. И свое хорошее дай им. А почему ты делаешь? Я во Христе делаю. Мы все братья и сестры. Мы все от Бога. И все от Него. И все мы умрем. И все станем на суд Божий. Из этой позиции исходя, ты увидишь, весь мир спас, души повредил. Никакой выпад за душу уже не задать. Это все здесь сегодня. Люди думают, пошел в церковь, свечку поставил, батюшка благословил, и все окей. Это обман. Если ты не по Слову Божию живешь, Христа распяли первосвященники. И я говорю без пригляда на родного брата, на священника, на епископа. Так говорит Господь Бог. Ты тоже на суде Божьем будешь. Серафим Саровский, это настольная книга священнослужителей, 3-й том, 601-я страница. Он говорит, я три дня и три ночи молил Бога о русских священниках-архивеях. И вдруг Бог заговорил. Но не написано как. Но написано прямая речь. Кавычка открыта. Он говорил, помилуй Господи, что они делают, учат народ совсем не тому. И Бог ответил, не пощажу и не помилую. Как будто ни одного спасенного священника нет. Почему? Почему вымыслами человеческими заменили заповеди Божьи. Это выпущена патриархом книга, 3-й том священнослужителей. Вот мои книги, они все написаны в этом стиле. Вот одна книга есть, которую мы предупреждаем, ее нельзя на руки давать. Она сразу выплывает. Журналистам. Это 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике. Вот они. Это абсолютно непроворотный материал. Допустим, какое участие приняли поэты в подготовке революции? Да я любому задам в собрании, ни один не ответит. Здесь сказано кто? Максимилиан Волошин. Его стихотворение дальше из Библии. Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. Его стихотворение. Жемчужников. На каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи. Как они помогли созиданию русской твердой прочной семьи? Я опять говорю, из разных. Что об этом сказал Симонов, что сказал Высоцкий? 6 поэтов. По всем этим вопросам 6 поэтов. Ясное дело, что поэты-то-то выглядят уже в другом свете. Не просто басни Крылова, по определенной тематике. Но без Евгения Тушенко мне бы, конечно, этот материал просто не провернуть. Это 20 тысяч пайлов. Я должен все время их держать в голове на каждый вопрос. Из 20 тысяч нужно взять и вставить. Взять и вставить. В каждой книге примерно 3000 ссылок на священное писание. Я его просто знаю. Я его знаю на разных языках. Вот это вот. Ну слышали, такой священник был Александр Мень, убитый в Москве. А мне много говорят. Вот эта книга, наши беседы с ним. Этого нигде в мире нет. Почему? А его нет, священника того. Мы сидим, беседуем. Вопрос. Он еврей был. Еврейский вопрос. О церкви, о государстве, о политике. Все здесь. А его нет уже. Вот эта книга одна. У вас старообрядцы здесь есть. 11-й том. За 380 лет что было сказано о них? И как нам от них самое лучшее взять? Это прекрасные люди. Это замечательные труженики. Это семьянины прекрасные. Но получилось так, что реформа Никона выбросила их за борт. Почти 5 миллионов. Они ничего не повинны. Они молятся двоеперстно. Но так молился князь Владимир. Сергий Радонежский, Феодосий. Все так молились. Русь приняла вот такое. А от Никона пошло так. Но спорить не о чем. Так молился Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Бричининов. О чем спорить, когда и эти, и эти святые. Нам нужно только добрые друг у друга взять и прославить Бога. Вот у меня детский лагерь. А как вы учите детей? Вот вы слышали про лагерь? Какие изменения? Прилетает из Лондона директор Кестенского института. Представьте. На навозную кучу, Мамутовский район, это бывшая наша деревня. А там большие навозные кучи. И на них я организовал лагерь. 40 лет ему. И они там, профессор психологии прилетела. И вот наблюдает. Месяц прошел, ребенок наркоман. Родители говорят, мы купили наручники, приковываем батарею. Все вытащил из дома. И вдруг он совершенно другой. Как это можно? И вот они сидят и все наблюдают, пишут. И наконец-то выводят движущая сила лагеря, тире, любовь. С большой буквы. Это не потворствование. У меня очень строгая дисциплина. Нельзя даже обзываться. Не говорят ему ругаться. Я его накажу. Физически накажу. А как? За стол садись, а платочек нет. 300 метров туда и обратно. Листик старый. Я ему память через день пришил уже. И в каждом вопросе я должен найти адекватное решение. И вот они сидят и смотрят. Как? А у нас лозунг. Россия должна встать. Второе. Россия, это мы. Дети это сканируют. Я спрашиваю взрослых. Скажите, мобильники есть? Кто изобрел мобильный телефон? Поднимите руку. Ну? А у меня ребятишки все знают. Потому что там везде написано. Кто? Мартин Купер. Дети. Хороший мобильный телефон. Замечательно. Давайте Бога благодарить. Что такой Мартин появился у Бога. И он позаботился о нас. И мы теперь не заблудимся в лесу, находясь с мобильником. Господи, какой Мартин хороший. И ты его создал. Вы знаете интернет. Но кто его создал? Опять тупик. Тим Бернесли. У меня любой ребенок знает. Тим Бернесли. Это Тим Тимофей. Господи, какой хороший Тимофей. Что он придумал? Давайте поблагодарим Бога. Кто-то придумал печатать книги, бумагу. Это люди, не знающие нас. До нашего рождения о нас побеспокоились. В ребенка надо волнами загнать чувство благодарности и словословия. А не та, что иди на улицу и играй. Мне-то с тобой некогда. Зачем ты родила-то его? А теперь передачки в тюрьму носишь. Смысл в чем? Мы все перед Богом. И нигде ни один человек чужим не может быть для нас. У меня отдельная книга. Вот, допустим, я показал вот это мусульманство. Здесь полностью разобран Коран по Сурам-Айятам. Сравнение с Библией. Что о них было сказано мусульманам 1300 лет. В одной книге. Ну, синего и зеленого цвета. Это у них. Игрей любят золото. Не секрет. Золотого цвета книга. Это у меня даже и это играет. А что тут? За 3600 лет это три тома идет. Все, что в библиях сказано. И разбирается их талмуд. Это сравнение с Библией. Как прийти к мирной жизни. Жизни во Христе. Это три тома. Их нет, и книг нет. То есть эти книги, они не конкурируют ни с чем. Потому что на эту тему никто не писал. Просто нет. Вот это в России было «Жития святых». Назвали «Щить именее». 12 томов. И в марте, в марте. Ты Татьяна. А кто такая Татьяна? Татьяна, великомученица. Дальше Ирина. Это все в житиях. Я их обрабатываю. Это 12 томов. Примерно по 700 страниц. Чтобы составить вот это, мне пришлось пройти эти 12 томов ровно на 10 раз. Это 120 томов. И вот они в двух томах теперь по каждому вопросу. Что из святых говорил на данную тему. Этих книг тоже. Вот они, два тома. Седьмой, восьмой. Ну вот все. Отпустите меня на покаяние. Теперь мы оставляем вам вот такие заказали, кто приходит, чтобы можно было отдавать приходящим. Потому что мы видим, как биопекам относятся и сердце скопится. Если не будет у людей связи с прошлым, с духовным, из Библии, вообще ничего не будет. Ничего нет. Выступает Дмитрий Смирнов, священник, он посылал ему структуру патриархии, у патриарха правая рука. Ему говорят, отец Дмитрий, ну неужели так все безнадежно в вашем государстве? Он говорит, это не то слово. Безнадежно, когда человек что-то шевелится. У нас абсолютно ничего нет, что могло бы нас засыпить. Русская семья, 1,8 ребенка. Мусульманская, 8,1. Чтобы остановить это, нужно, чтобы в каждой семье сегодня не менее, минимум 8 детей было. Выполнимо это? Нет. Даже невыполнимо. А как возможно? А никто нам не давал задания, чтобы много рожали. А один праведник перед Богом дороже, чем 10 тысяч нарушающих заповеду Божию. Кто он там бы ни был, как тетя Мамонов говорит, артист, я сыну говорю, учи китайский язык, на китайских вышках будешь работать в Тюмени. Мы должны сегодня задуматься, как живем. И ответ найти, как патриарх Алексеев II сказал, отучили молиться, отучили трудиться. Вот в этом весь смысл. Вот у нас, вот мы едем дорогу, встаем в 4,40. Это распорядок наш. 4,40. Почему? Мы везде спешим быстрее. Нельзя спешить только на молитве. Мы считаем молитву, потом 100 поклонов. Считаем Божью Матерь, Ангелы, Хранители. Сектанты этого не знают. У нас, у православных, это принято. Всем святым поднимаем руки к Богу. Молимся и говорим, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Поминай всех усопших своих. И тогда садимся в машину и едем. Мы поехали, причастились в храме. Благословились. Батюшка покропил нас водой. И Бог нас спас. Мы на крови гибели были все. Буквально полсантиметра. И Бог нас спас. Мы ехали в горах, в Щерыжске, в районы. Ну, случилось несчастье. Пробитая шина. Ну, вот все. Если будет желание у читателей встретиться, значит, это можно или по скайпу, или перед телефоном. Вот сидят и задают вопрос, а я там буду на телефоне отвечать. У вас вопросы какие-либо есть? Вы будете меня переводчиком? Знаете, люди испытывают большое неудобство, когда что-то физический недостаток. У меня физическое повреждение телефонки. А я не испытываю. Они еще не говорят, меня судят. А если сильный хороший, почему? А я слышу, что плохого говорили. Мне даже нужды нет. Они говорят, про тебя мы сейчас такое говорили. Я говорю, я все не знаю, люблю весело. Поэтому я все время самостоятельно копался. Это Бог дает. Говорят, а как мы быстро храним зрение? 30 тысяч часов за компьютером. Я чутьем Бог показал. Нужно каждый день два раза по две морковки. Мелко-мелко теряя. Это самое мелкое. А теперь, мне кажется, про этот глаз, когда на компьютер карать и... У меня заболел зуб. Я был в Америке. Меня повезли в кресло, там, окинули. Посмотрел. Ну, можно там нарости штифты на них? Говорят, нельзя, у вас ниже десен. Надо вырвать? Я говорю, мне нельзя. Я в разных университетах преподаю. Мне на память надо знать сотни книг. Выдержки. Я называю страницы. Дата изготовления. У меня память будет. А какое отношение зуб память иметь? Я говорю, я не знаю, но мне кажется. Чего попало? Там русский врач говорит. Чего попало? Я не стал. И вот вдруг появляется исследование шведских ученых. Каждый вытернутый корень, это там 3 или 5 процентов зубов. Вот и все. А я это сказал за 20 лет раньше. Почему? Я не могу ответить. Просто я понял, что дергать не надо зубы. А если болят? Болят. А вот скажите. Вот таблетки видите. Мне 74-й год. Я ни одной таблетки не съел. Как? Я не болею. То есть, что болезнь есть, я не считаю заболеть. Это естественное состояние грешника. Я согрешаю, Бог наказывает. А согрешающий нападет в руки врач. Я врач будет резать кромса. Я был на операции неоднократно. Понимаете, как ты себя поставишь? Вот мне операцию сделали. Утром приходит манная кашка. Я говорю, а мне нельзя. Я верующий пост у нас. У баптиста-то его нет поста. У нас-то у православных постов. Что тебе, отдельно готовить будем? Я ей не прошу. У меня шапочка сморщилась, как она недовольна. Ладно. А как вы хотите? Да никак. Пять дней осталось дорожество. Я так пролежу. Пять дней? И вижу, они мне соку принесли тут же. А что можно? Я говорю, картошку нечищенную. Такая сырь. Они тут же сварили, в больнице тоже принесли. Ты только доверься Богу. Я еще в Америку. Фейнер называется компания. Подходят все ордесы. Ну, говорят, это такие у них уже законы. Улыбаться. Ну, можно отличить искусственную улыбку настоящую. Я по-английски отвечаю, что у нас пост. Малосты не знаю, что можно. Я говорю, все овощное. Я наблюдал. Ко всем подошли два раза, а ко мне четыре раза. Они орехи принесли мне. Мороженую землянику какую-то еще только не было. А я их первый раз видел. В 92-м году я все еще их помню. Главное, это человек. Наши отношения. Я вот работаю в тюрьме 17 лет. Но так как я знаю, сам пяти тюрема был, знаю, о чем думать, мы стараемся людям дать понять, другая жизнь есть. Я иду в Алтайскую правду, отходы беру много лет, заношу им бумагу. Все с разрешения, конечно, под сопровождением конвоя. На Пасху купили яйца, покрасили и гляжу. Он шесть раз сидел, а он целует и плачет. Он вспомнил все. И однажды было, начальник говорит, у нас тут беда большая. ОМОН переусердствовал. И сколько, кажется, около 20 человек, это старые рецидивисты. Они объявили голодовку уже 4 дня, они едят. Просто их вывезти нельзя. Я говорю, разрешите мне. Что вы? Там близко нельзя подойти. Но я дам подписку во имя Бога. Ну убьют. Сейчас Бога спрашивать мы будем. Но я уговорил. Там с собаками выстроились военные. Меня запустили. А они там стоят. Вещь от начальника звонит. Вся камера вышла из голодовки. Это что же вы могли им такое сказать? Я всю жизнь прослужил в этих органах. Системы. Я никогда не встречал. Я бы сказал. Скажите, у вас есть кто-нибудь на свободе, кто ждет вас, кто любит? Ну жена была, я убил ее. Ну а собака? Собака есть. Ну какая-то пищевушка там в клетке. Я уж не знаю, зачем зацепиться. Место твое, которое по тебе тоскует. Да, есть. Вы понимаете? Дальше я начинаю говорить. Сложенистов говорит, голодовка имеет смысл, когда на воле тебя поддержит. Тут свирепцует туберкулез. Вы знаете, да, знаем, у нас пятеро здесь туберкулезники. Они вас всех заражают. Организм, который не получает витамина, он быстро поражается этим. Тебе это надо? Нет. Что же делать, отец? А они уже обо мне все знают. Меня только впустили, они сразу мне объявили, кто я такой, зачем хожу. Там работает очень сильно радио. Я говорю, пошло. Давайте до вечера уже не голодовка, посетимся, а завтра вы вкусите. А там дальше Пасха будет. А я иду к губернатору. Тогда был Евдокимов. У меня близкие отношения с прокурором края по русскому было. Я дальше пишу в Государственную дому и этот вопрос решу. Я там достал много мыла, одежды, книги, 64 радиоприемника, камеру, чтобы говорили. Все. Так они выходят, где видят, кричит, я идет, видимо, жена его. Я не могу к вам подойти, отец. У меня бутылка в руке. Да кто вы такие? Вы к нам приходили. Вот и все. Я работаю просто. Эти люди после тюрьмы рано или поздно выйдут, отец как это, и в Китай не отправят. Они к нам придут. Если он тебе встретится, ты домой не придешь. А второй вариант. Встретиться и ты придешь. Все мои затраты оправдались одним разом. А вы здесь, звери или человек, многое от нас зависит. Вот об этом все эти книги, они все с фотографиями. И мы к вам приехали, чтобы поделиться этой большой радостью, что Бог нас наградил этим. 38 книг. Вопросы ко мне, Катя? Ну, вопросов нет. Я просто хотела бы от всех нас и, конечно же, от жителей Славгорода, которые будут иметь возможность эти книги видеть и читать, сказать вам большое спасибо. Спасибо, Христа. Больше я не могу ожидать даже. И я думаю, что... Призорность решается в один год. Но кто-то должен собой пожертвовать. В государстве у нашем потеряно 17 тысяч сел. Ну, полностью закрытые, разъехались люди. Люди еще не понимают все, что это такое. Выступает депутат Госдумы Нина Данилова, это от КПРР. И она говорит, это не из реестра краевой администрации высшим сел. Это потеря территории страны. Но я все прекрасно понимаю. Это все сказано здесь. Как вернуться? Мы взяли деревню, это землю с нуля, начали строить православное поселение. Это все выражено. Это оставляем, чтобы люди приходили в библиотеку, насколько она важна. Это все на сайте. Вот одна книга. То есть она не просто уникальна, она единственная в мире. Это моя личная беседа с Александром Мениум, убитым священником. Его нету. А мы обсуждаем здесь государственный вопрос. Он был еврей. Евреи, секретархонные. Вот Ати, вот где-то и Элла, Игнатия, Александр Мениум. Это с магнитапона. А Ауди, он здесь, наш разговор записан. Вот эта отдельная книга, я просто всем наказываю. Ее в руки журналистам нельзя давать. Они в тот же день уводят. Почему? Здесь 300 поэтов России, книги вшитые все. 300 поэтов России, что сказали по определенной тематике за 300 лет. Понимаете, вот они, памятные. Сколько кто жил. Краткие биографии. Вот мне задают вопросы, я отвечаю на каждый вопрос. 6 поэтов. Дальше новый вопрос. Опять 6 поэтов за разный период времени где-то. Но для них понятно, что это находка. Спрашивает, как можно сегодня издать такие книги? Никак. Это задействованы огромные миллионы. Вот это вот переизданное нами второе издание, трех томов, их Нового Завета. Это полное толкование Нового Завета. 2000 экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Это нельзя. Причем бумага из Китая идет. Целевожен бумажный компонент закрыт. И нас на колени доставить не надо. Спрашивает, кто и как спонсирует. Вот это вот. Прочите, пожалуйста. В издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании «Щукино-Азот». То есть благодарность людям, которым попадают в руки. А у него жена и сын погибли. И он храм построил. А служит знакомый священник. И он сразу книгу дал ему. А кто спонсирует? Это же понятно, какие. Все навсетные бумаги, сшитые. Как издана. Он говорит, никого нет. Так, с миру по нитке. Я говорю, тут избирбанк участвовал. Вот это отдельно. Вот старобрядцы такие есть. У них много хорошего. Это за 300 лет, что сказано ими. И как нам прийти, и самое лучшее, взять друг у друга. А отдельная книга, это мусульманство. Зеленый свет. Это Коран, разобранный по сурам и аятам. В сравнении с Библией, как прийти к мирной жизни, а не к взрывам. Это все, что я говорил в проповедях университетов. А там, представителей ФСБ и кого нет. Это самые веро-любивые книги, призывающие к тому, что у нас есть. У Путина есть такое выражение, единая Россия сильная. Мы говорим, какая единая? В чем она единая? Я отвечаю, во Христе. Я уверовал в Бога. Вот нынче будет 27 сентября, 50 лет. И я посвятил свою жизнь проповеди о Христе. Ну, о Христе, видите как, я беру и поэзию. Здесь 3800 моих стихотворений. 80 положено на музыку. Конкретная тема. Вот симфония на жития святых. Это 12 томов, как по одному слову найти, где это написано. Жития святых, на них тысячелетия российской, ну, всей мудрости. Лех Толстой, все это из жития святых берет отовсюду. Вот впервые за 2000 лет издал полный новый завет с толкованием по святым отцам. И с опровержением современных сектантских толкований. Я миссионер, и в моем доме пришли многие сектанты, патисты, адвентисты, стали православными батюшками. Это единственное место в России, где начался отток в обратную сторону. Это вот второй том. Как работать с ними и говорить. Почему мы совершаем крестное знамение? Почему мы ответим детей? Что отвечает на это сектант, что отвечает православный? Детни нападок, ничего нет. То есть все направлено к тому лозунгу. У нас в лагере Россия должна встать. Это центральная мысль всех книг. Не просто с трибуны руками махать. Я говорю, конкретно участок земли мы взяли, строим деревню. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Ни о каких абортах речи нет. Это мечта любого государя. Но сделать попытки у всех кончились неудачи. Мы одни остались. Почему? Мы первым делом построили храм православный. Брат у меня священник. Я проповедник-миссионер. И спрашивает, ну вам-то зачем это нужно? За восемь лет, вы еще, может быть, даже не рассмотрели, набор делаю сам, компьютерную верстку делаю сам. В 62-м году мне показали, как компьютер включать. И за восемь лет я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Это на каждые деньги я сэкономил 31 тысяч. Иду издать, это 50-летний опыт мой, и отдавать даром, это 200, примерно, десятых. Мы на 2,5 миллиона мы еще подарили только. Я отвечаю, мой народ, моя страна в великой опасности. Мы едем в любом городе везде, красивые, чернявые ребята. А где наши витязи? Эта страна уже как будто бы нам не принадлежит. Франция на 46% мусульманская страна. Мир другой, мир меняет лицо. А что мы им дадим? Вот как будто едем по кладбищу, громадная свалка. Здесь говорится, как быть человеком, пробудить совесть. Я на последних вот шукшинские это чтение называется, к занавесу попал. И там Шукшина, младшая дочь, Ольга Васильевна была. И она вот, я говорю, не пойму, вот это танцуют, артисты. Какое отношение это к папе имеет? Церковь православная лепестница. Папа был коммунист. Но когда она увидела эти книги, она осталась, о чем книги? Я говорю, как пробудить совесть, жить по совести. Так папа об этом и говорил всю жизнь. Без совести нет, не нужна ни церковь, никто нам. Почему умирающий уже Солженицын говорил, если не будет нравственной России, она никому никакая не нужна. Это помойка, это свалка. Мы можем только развращать людей. Здесь говорится о том, как с самого дна подняться. У меня опыт, я в пяти тюрьмах сидел, как политзаключенный. Очень похожая биография на Солженицына. Я подбираю дети, которые бывают там и беспризорно, и не рублят государство за 40 лет. Не рублят. Не надо в Международный Валютный Фонд лезть. Это все можно сделать. Лужский человек настолько талантлив, настолько у него богатое будущее, это сокровище. А некоторые библиотеки просто закрываются. Крыша протекает, деньги не дают. Я сейчас рассказывал вашему директору. Я иду в администрацию и начинаю ходатайствовать. Они дают представителей по связям с общественностью. И он, ну, последнего, вот такого, это тут-нибудь взял. Я вам обязательно расскажу. Расскажите. Закрывая библиотеку, вы обрубаете тысячелетние корни так называемой духовности. Люди ничего не будут знать. Это просто быдло пьяных будет шататься. Ну, посмотрите. Ушки некрасивые, это все православные были. Сейчас сектанты все везде захватили. Почему они работают? Патриарх Кирилл, он сейчас на Дальнем Востоке. И он говорит, в прошлом году он проезжал, состояние церкви, тире, духовные развалины. Мы Восток уже потеряли. На этом я спрашиваю, вы надеетесь, что можно поправить. Знаете, в Библии написано, надежды не постыжает. Я поверил в сверхнадежды. Зачем я мотался по стороне, такие труды и средства я отдавал. Мне очень просто говорят, это мой народ и моя страна. Я к ним вышел с тем, что у меня есть. У другого есть лучшее, пусть он покажет. Может, вопросы какие? Сколько он сейчас лет? Мы рады, что с вами встретились. Нам показал тут один мужчина, машина ехал и довел до библиотеки. Я плохо слышу. Я плохо слышу. Сколько вам лет? 74. 74. Ну и когда вы пришли к этому? 50 лет назад, 27 сентября 1962 года. Нынче ровно, вот в этом месяце будет 50 лет. Я прошел бескомпромиссно. Это все знают. Эти книги имеют миллионы друзей, они все в интернете. И много врагов. В общем, они сказаны без пригляда, нравится, нет. Кто бы это ни был, так говорит Бог. А у меня уже не касается, примешь ты или нет. Только так можно исправить. Не угождаю. Сегодня Сталину угождаю, завтра Гитлеру, завтра Ленину. Нужно сказать, что Бог думает о нас. Мы умрем, мы на суд Божий пойдем, как Лермонтов говорит. Есть Божий суд на перстике разврата. И об этом надо думать. Все книги, вот начинается, знаете, как открытый мокрый, так можно это назвать, это метр сорок. Или во свете Библии. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Я его знаю. Поэтому каноны, садков, нато 719 правил. А дети у вас есть? Все есть. У нас есть самая главная любовь. Спрашивают, по какой причине приехали? По любви к вам. Этот ум мы знать не знали. Мы сидим на карте, смотрим, где крупными буквами написано. Вот сейчас мы катимся из Владивостока. Дошли до находки. И мотаем, и мотаем эти километры. И ни средств, ничего нет. И откуда, что Бог дает? Возвращаемся, пустые, ничего нет. Проходит неделя, мы уже опять в пути. И опять снабдили, кто-то дал помидоры на дорогу, картошки посыпали, дороги сготовили. Так, все, мы собрались и уехали. Храни вас Господь. Ну и вам тоже. Вы хозяева университета, благодаря которому при советской еще власти вышли этой книгой. 150 тысяч экземпляров. А у вас акты уже готовы? Кто? Акты к приему передачи. Да, готовы. Все готовы. Ну, мы готовы подписать. Все здесь, я показал уже все. Это библиотеки Ленина, парламентской библиотеки в Москве, исторической. Главное, в котором города встречаются, там Самара, Тюмень, везде есть. И в Алтайе, это последний мы заканчиваем. Здесь проверено на самом высоком уровне. Более патриотичных книг сегодня просто невозможно найти. У нас главный логан висит, везет, Россия должна встать. Это мой народ, это моя земля, другого не будет. И вот когда Ольга Васильевна Шукшина встретилась с нами, она говорит, это вот то самое, на чем папа работал, пробудить совесть людей. Совести нету, мы потерянные люди. Я вот там одну книжку принес, это русско-немецкий Новый Завет, но она ко мне не относится, я просто так ее подарю. Изучать легко просто, смотри. Математик, это директор библиотеки Светлана Валерьевна. Да. Она примет, оформила. А уже приняла, все оформила. А уже оформила? Все оформила. А, ну, все, поздравляю вас. Так, мы поехали. Вот смотрите, вот такую книгу, я просто прошу ее на ну счет взять. Это 300 поэтов России за 300 лет. Вот показывает. Что они сказали по определенной теме. Допустим, о становлении прочной семьи. Кто? Да не скажет никто. А какое участие приняли в революции? Это у меня Максимилиан Волошин. Стихотворение. Иван Гунин, лауреат Оместка Приме. И шесть поэтов России, что говорили об этом? Ну, без Евгения Тушенко, конечно, мне бы не провернуть. Это 20 тысяч пайлов, который должен был день и ночь пропущен. Это вопросы, которые мне задают на телевидении, на радио задавали. Вот она, я как виздан. На какой бумаге? Да, я вижу, качество очень хорошее. Видите, какие? Ахмадулина, кто? Анна Ахматова. Краткая ее биография. Это наши поэты. Мы не просто должны знать их. Мы должны взять у них самое лучшее и претворить жизнь. Мы должны жить по самой высокой шкале. Жизнь такая короткая. Обязательно. Спасибо. Храни вас Господь. Так, вы возьмите себе. Я сделаю. Так, мы пошли. Просто сфотографируйся на улице. Я хотела вас просто вот здесь за столиком один снимок. Если вы позволите, я сделаю. Сейчас мы на улице сфотографируемся. Я положу пока сюда. И в вашей комедии. Сейчас можно еще один? Вот. Ты вытащил? Это только сейчас проехали по районам. Конечно. Это вы благое дело делаете. Мы выиграли. Нет. Если бы вы брали другое дело. А вы даете. Как давать? Мы сейчас в году на миллион 250 тысяч только подарили. Угу. Почему? У меня ответ один. Это мой народ. Моя земля. Я для этого живу. Я начальник детского лагеря. 40 лет. Основателю. Православного. Это тысячи детей. Ни рубля государство не дало. Вопрос уже детской бюджетной зонности был бы решен. Это надо просто понять. Что такое? Вот в Бойге жить. 17 тысяч сил в России уничтожено. Мы взяли землю. Конкретная территория. Начали восстанавливать. Теперь церковь стоит. Школа государственная. Интернет. Все как положено. Но только поселиться можно, что докажут, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это основу православия были. Я в краевой администрации сказал, что у нас тут ни одного такого нет. Я могу у вас поселиться. Я не пью, не курю, не курю. Вот так вот. Отлично. И одеты в юбки. Да, и одеты в юбки. Ну, все красные. А тоже нам приятно? Ну, я часто в юбках хожу. Удобно. У нас тоже здесь был первый батюшка, отец Алексей. Он всегда дома у нас часто бывал. И приходит, я раз, одела. Он говорит, Ольга, у тебя есть юбка? Я говорю, есть, батюшка. Мне так удобно. Это так удобно в штанах. Слово удобно, это хорошее слово. Но во второзаконии 22.5 написано мерзость перед Богом, когда женщина носит мужскую одежду, а мужчина женскую. Нет, когда мужчина женскую носит, это понятно. Я тоже понимаю. Я только к этому отношусь дома. Ну, когда женщина носит мужскую... Мы не мужскую, мы женскую. Мужская, мы ходят сейчас в город, мы все. Это в теорус входит. Согласна этот джинсок. В биджах все ходят. Я не знаю, как она называется. Это бриджи называется так. Это маленькая часть. Вот это как по Алтаю попросили. Угу. Так это по Алтаю? Нет, здесь и Красноярск. Нет, в Республике. Я это тоже напишу для себя. Подождите. Мне информация. Это не, не, запишите. А вот Алтайский. По 17. Нет, Алтайский здесь, знаете, какая осталась. Хорошо. А какие Алтайские-то? Здесь нет Алтайских. Все нет. Вот они Алтайские. Пожалуйста. Зачем. На Валтайск там это на... В той папке на Валтайск, да, попал? Мне сейчас нужно, чтобы все подошли. Обычно библиотекарь собирается, и я дам краткое содержание. И у меня есть фотоаппарат. Фотоаппарат, можно я один кадр сделаю с вашего понимания? Так, что нужно? Фотоаппарат есть у меня, можно один кадр? Можно. У нас открыто все. Дело в том, что она снятый фильм государственный. Можете хоть кинуть. Один фильм занял первое место в России, который главный приз, международный. Это просто я уже выкину с ним. Это уже... Нет, а это нам уже надо. Вот с Роскалью были, я первый раз видела эту младшую дочь Шуршина, Ольги Васильевна. Она, знаете, это просто она видите, она до того была печальна. Я говорю, Оля, а что ты такая? Она говорит, вот эти пляски. Какое отношение имеет к папе? Церковь православная. Говорит, а при чем она, когда папа был коммунист? Когда я стал говорить, чем занимаемся, книги разложили. Она подошла, так я столько лет ждала. Это то же самое про будет совесть, главное. А это что сейчас за деньги-то пришел человек и думает, что-то сделал. Это же обман идет. Человек должен сердцем к Богу обратиться. Они не просто... По принуждению или по велению чего-то молодой какой-то. Перепишите все, какие нужно. Это мы проехали южным сторонам, там вообще решаем. Сегодня в Бурле будет. И нам нужно пораньше, а библиотека с девяти. Ну мы куда обращаться? В полицию и в администрацию. Сунулись в полицию, а нет. А кто такие? А кто? Я документы себе показал. В библиотеку пошли, они уже созвонились. Мы только книги разложили, уголовный розыск. Майор. Ну он как засел, как я ему начал рассказывать, так вышел первый друг. Да сфотографировались. Он в глаза не видал такой. Это Бог дал. Нет, вы понимаете, просто сейчас очень много едут и баптисты в свою веру хотят обратить, и все кто угодно. Правда? Да. Патриарх Алексей сказал, этот Кирилл, когда вернулся сейчас, говорит, духовное состояние нашей церкви, тире духовное развалины. Сектанты буквально весь в Востоку уже захватили. А я миссионер, в моем доме пришло столько сектантов, которые стали православными батюшками, баптистов, адвентистов. А сейчас спрашивают, как это может быть? Никак это не сделать, это Бог делает. А я всего лишь его труба сосуд. Это нельзя. Это Господь. Вот сейчас мы были. Таких книг не было уже. А, вы хотели сделать? Нет, пока. Вычеркнуть вам только нужно. Извините, я уже иду. Если все показать, это больше ста. Огромный список. А кто вообще издавал? Люди не могут понять, зачем вам это нужно. Такие труды положить и бесплатно отдавать. Мой народ, моя земля. Я понимаю, что перед Богом сеемое. Оно может не принести плода, а может принести. Потому что сеющий, поливающий написано нечто. Все, Бог возвращающий. Это только сейчас, повторяю. Когда мы закончили первый круг, она у нас осталась. Это север, там, сказать, юг. То есть по каждому по комплекту. У вас получается 38 эксцепляров, каждому по комплекту. Тоже относится к Алтайске, да? Да, это Новоегорьевске. Это все наши районы. Просто Новоалтайск у вас попался в туалет. Это мы только за этот вот, с понедельника столько объехали. Кто-то из администрации вам нужен? Из нашей администрации кто-то вам нужен? Из руководства? Так, сейчас мы уже мне вот это вот. Посмотрите, пожалуйста. Куплю заполнит название села. Алтайский край. Ходпис, расшифровка, сейчас будет вещать. Больше ничего нет. Так, я тебе папку положу, это все. Был обладатель всего того, что на столе лежит. А я кратко начну сейчас. Давайте на таблину к ней. Вопрос задали, вы не наслышали. Какой мы вас все не слышали? Кто-то из руководства вам нужен из нашего? Все нужны, кто-то и кого-то может. Нет, ну допустим, вот я сейчас директор библиотеки, кто-то из руководства, из администрации. Если они рядом, мы так ждать не можем. Если они рядом, кого-то и кого-то можете собереть. Обычный библиотекарь и всех собирают. Вот мы сейчас где были, там в Бурле, да? Ну хорошо, я могу председать. Они буквально всех собрали, кто там у них только был. Я в Терри Деме тогда выступил, рассказал. Молодым всем показать, не стоните, начинайте работать. Что вы делаете? Такая интересная, красивая жизнь, вы так ее прожигаете. Я в которой, да, там это, палец по Алтайской правде-то. Где эти книги, в каких государствах? А вот прочитайте предисловие. 40 лет собирался материал. А я его отдаю даром. Почему? Ответ один. Мой народ, моя страна. Другой не будет. Теперь вот посмотрите, пожалуйста, облагословение. Два епископа. Барнаульский, Алтайский и Евтихий. Далее. Учитывая, что мы относимся так благоговейно к библиотеке, мы отдаем вот, что специально издали. Одна, я поняла. Вот. Мы хотим оставить вам, кто приходит, каждому давать руки. Тем более, они сразу заходят на сайт, находят. Это ваши постоянные клиенты после того, как только все книги приедут. Положите, что нужно здесь. Собой. Видите, как, здесь призыв посещать библиотеку. Что-то мы издали. Дальше, как же нам буклеты начали, 16 тысяч отдали. Я просто немножко представление. Каждый, который... Вот так. Так, мы все сделали, мы уезжаем. Рячеславгород. Начали в лесополосах. Это мы второй месяц. Представьте, от Байкала мы прошли низом до Москвы, и через Москву вернулись северным путем, прошли юг Казаево, Кузбассо, и сейчас защищаем Месталтайский край. Там только большие города. Здесь районные. А в своем районе, а даже в селах, которые есть, даже не районные. Мой народ, моя земля. Патриарх Калисий II сказал, говорит, отучили молиться, отучили трудиться. В этом корень. Я вот начальник, он знает, детского лагеря 40 лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняты. Давайте в каждом себе образуем. Детская беспризорность исчезнет навсегда. Мне не надо рассказывать. 17 тысяч сел исчезло с лица земли. Депутат Государственной Думы, она государственная, местного законодательного собрания, Нина Данила от КПРФ. Она говорит, потеря села, это не то, чтобы из реестра края вышеркнуть. Это потеря территории государства. Мы не понимаем, пустая земля не будет. Тут будут китайцы, тут будут узбеки. Мы взяли конкретную землю. Его сын там, фермер главный. Где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Я в краевой администрации сказал, эти условия. Говорят, так у нас тут ни одного нет, кто поселится. Мы хоть берем статистики, когда один матерится, другой курит. А это мечта государей любых, что не быть таких граждан. И это все в фотографиях показано. Это все здесь, политика, экономика, социология. Все абсолютно вы найдете на основании Слова Божия. Как нам жить, как сохранить себя, как правило, что нам себя пользуются. Какой труд, но сталь. Ну это сегодня все понимают. Я объясняю, что сам я делал, но это невозможно. Ну, просто к слову сказать, иногда лучше в армии берутся полтора года. Ну, Юрий, я служил в Афлоте четыре года. И за время службы я был в английском и английском конкурсе. И все комфортические системы умерли. В Азии скот находится 3467 Айси в клаве. Три-четыре часа с путь. Ну, я два с половиной часа уходил на сон, когда я работал. Это за восемь лет. Больше тридцати тысяч часов правил за компьютером. И есть что показать. Это все в интернете. Трудоволик. Когда вы найдете, я себе это не присваиваю. Это Бог сделал. Я смотрю свои стихи, они настолько выше моего умозрения. Мне никогда не составят это. Так, мы уходим. Потому что весьма и весьма спешим. Я вам даю документы один. Да, давайте. Пожалуйста, что вы почитаете. Да. Поехали, хоть чай. Поставим. И сейчас по мере расшифровать число и все. Как только я положу это в папку свою, вы делаете с полнобластным хозяйством. Перепишите их. У меня на флешке есть записи. Я перепишу. Может быть, знаешь, какие-то бабушки, которые не видят. Так, уходим, забирай все. Чтобы надпись попадалась. Чтобы надпись попадалась. Николай, позови сюда. Николай, позови сюда. Николай, позови сюда. Чтобы попали надпись. Поближе, правда. Поближе. 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 А, наверное. Да. Вот этот наш путь. Поближе по кольцу. Видите, налево. И там, докуда, на дорогу дорожка. Так, у этих книг много людей, но еще больше врагов. Потому что никому и там телефоны, все, в интернет мы оставили здесь. А просто просто глаза нет. Те, которые льстили, начальствующие, их, скажи, они исчезли, нигде нет. Это пророческое слово. По свете Библии рассматриваются все государственные вопросы. И это я говорил там, где ползала, может, ТГБ сидели. И ни один ничего не нашел, кроме того, что да, другого пути просто нет. Мы должны жертвовать самим собой. А без этого ничего не получают. Это мы стоим на одном месте. И мы видим, что дальше пойдет. Россию уже рвут на счастье. Не Советский Союз. И затормозить это может только Христос. Поэтому вера во Христа уже стоит на первом месте. Мы православные. Брат у меня кто-то или... Тем более, везде и Шимске. А мы выше не выходим. Какие могут быть характеристики? До свидания. До свидания. С Богом. На шутобачке гляньте, какая она. Я вам смелел. Она в сколько призов жила. А там сидит ее хозяин. Ну-ка, голос подайте. Тоже же, голос подайте. Ого, молодец. Восток, Запад. Кто, когда, какой поэт, какой писатель, какой шеек, что сказал, все здесь. Вера, Библия, Таран. Ну, мы знаем отношение к евреям какое. Обобрали страну, оборвали. А я захожу к другой стороне. Что дало так народ великого? Как мы к этому подойдем? Вот он с золотым светом. И три тома, с 23-го, посвященные. 3600 лет, что было сказано. И разбирать себя с том, кто с этим великим. То есть, в такой литературе практически этого никогда не было. В какую тематику занести, тут увидите. Отдельная тема, это старая Бреста. Самый капитальный труд, это Новый Завет. Полное толкование. Ну, смотрите, вы, допустим, открыли. Что? Благословение, правящие архиереи и книги. Это книга, если ни у одного архиерея. Ну и вот, там где симфония далеко, 10 на жития святых. Вот симфония. И он никогда не был. Русский народ всегда жил на щитимине. В Библии это не было в руках. Это 12 томов, 173 жития. Ну, человек слышал, но не знает, где это. Здесь одно припомню. Я помню, там его ударили еще по-моему. Благословен лишь нашел все, что про меч встречает или обман. Какого числа, какой святой, и кратко еще вот так говорится. Найти. Благословение. И Тихий, и Максим. Воскреско-потеофея. То есть, эти книги, они вне политики, но они захватывают практически всю нашу жизнь. Сказать, что книги аполитичные, это неверно будет. Они абсолютно во всем, но без приглядов в глаза человеку. Нравится это или не нравится. Здесь говорится так, как Бог сказал. Пророки говорили, обмечали людей, они буквально нады будут поднимать. Ну, глаголом «жечь с рстами» где, зачем он больше написал. И он мне грудь растек, еще мне это Бог дал пережить. Здесь есть, вот, я возьму, вот, я только покажу вам. Это как бы автообиографича. Но на всех документах мы строим православную деревню. А их уничтожено за последние годы 17 тысяч. Только на Алтае миллион двести тысячи веков устойчивых земли. Мы взяли участок земли, теперь там церковь, государственная школа. Но это было все непросто. Вот я арестованный. Это летят цветы. Это мне пришлось пережить все. Ну, я сейчас вам покажу. А стихи ваши здесь? Здесь, везде. Любой, а какой-то 8-й, 9-й. Посмотрите. Это мой документ. Реабилитация. Это мои стихи. Вот, они положены на музыку. Вот здесь наши зрители. Но стихи рассыпаны по всем книгам. Вот, а времена были такие по-другому. А теперь, вот эта сон, я показываю, священника Дорубина Александра Мини. Мы сейчас сказали, что миллиарды долларов. А не поможет, его нет. А это мои беседы с ним на него. И кроме того, это все выставлено на нашем сайте. Вот этот мой сайт. На нем, в аудио. И на нем четыре государственные фильма о нашей работе. Один фильм занял первое место на международном конкурсе. Второй, первый место в России. Это мои занятия в университете. Так что, легкомысленных считателей у этого не будет просто здесь. Но если будут, то будут такие, у которых, говорится, жить вчера раньше задымится. Теперь объявляем, что раз в книге библиотеки мы в народе распространяем вот такое объявление. Приглашаем людей в храм. Ну, в библиотеку. Мы одно оставим вам приглашение, чтобы вы увидели. Я не скрываю отношения к библиотеке. Я ставлю выше всех учреждений в городе. Здесь образование человек. Он и в церкви тухой, он и в администрации никто. Это наш сайт. А это внизу сайт. Это мои телефоны. Это мои занятия в университете. Я в пяти университетах дознаю эту отберываю программу. В среднем я так показал, где и о чем. Теперь смотрите, необычность. Вот это, в житие святых, разбираясь. Вот мое стихотворение сейчас покажу. Оно не просто стихотворение. А так никто никогда не писал. Девять куплетов. Четыре строчки. И напротив каждой строчки, откуда-то взята из библии эта мысль. И когда человек считает стихии, умно, доквозно, я говорю, вот где написано. Да тогда еще умнее, вы еще знаете где. То есть это не мое, я себе не могу приписывать. Это сто крат выше моего уровня развития. Вот оно все здесь. И везде имеется подтекст. Называется экстраполяция событий, перерос во времени. И не просто к нашему времени, а конкретно к каждому. Ты считаешь, и тебе уже делается... А петь ваши стихи можно? Можно. Вот я покажу здесь. Вот это первое, которое у меня вышло. На 7-й переговоре. И они, вот они, эти стихи. Положены на музыку. Но наставители в Mail.ru, на первых пинзаретах, там где-то около 80 стихов, которые поются, исполняются. К этому вам оставили. Если, допустим, я буду с автором, я, допустим, на ваши стихи положу. А я благословляю. И спою. Пожалуйста. Они, они легко, это все музыканты, говорят, легко кладут добавить нельзя. Но у меня рифма такая тяжеловесная, потому что я обгоняю в гюдейский тесто. Как я говорю, пинками, обгоняю ее в рифму. Но что, рифма необычна, это все поэты говорят. То есть они не подражают никому. Хотя у меня есть любимые писатели-поэты, как Натсон. Я поюшный сон. Пожалуйста, вы найдете здесь. Смотрите. Это не два, не три, а 3467-й секторий. Вот здесь вот найдете. Вот опять новая открылась. Как называется? Где восхорониться, помолиться. То есть прятаться, чтобы никто не видел. А дальше из этого идет. Патриарх Алексей сказал, кто-то. Отучили людей молиться, отучили и трудиться. Вот поэтому мы сидим на этих разваливках. И спрашивают, можно ли. Мы конкретно показали, можно. Вот я веду занятия в университетах, я не оругляю, получил нигде. 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Почему? Потому что я знаю, о чем он думает. Я сам когда живет. И поэтому тот настрой, который я ему передаю, он легче переходит, чем от того, кто там не был. Они знают, что я один из них. Понимаете? И надо, ну просто человек, отзыв, душа начинает, как они нитки протягиваются. Это все здесь сказано. И половина вторая, это мои проповеди в храмах разных. И Бог дал этот дар. Андрей, который отслышали, знаете, потом приезжал у него в секунду. Критиков было много, но выступлений не одного. Недавно был разговор в присутствии нескольких епископов. Я крепко задеваюсь, что вы не делаете. Патриарх вернулся сейчас из поездки и говорит, духовное развалин православной статьи. Духовное. Так я вон поехал по лучшим местам, он бы к нам заехал, где мы едем сейчас на машине. А развалин нет, там вообще ничего нет. Там выжженная пустыня. Так, я попрошу сосчитать. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четвернадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 двадц которые не идти сектантами неизвестны. И составил я ее на основе Вернигородской, есть такой, наилучший вариант, где глаголы сведены в одну, все в одну. Я шел, иду, его легко искать. Допустим, ты вспомнил, есть такое, какое-то выражение, что если встретишь мудрого человека, то истирай пологи дома его. Ты вспомнил слово Павлов? Ага, на Павлове Павлове Павлове, она тоже издана. Вот она, по благословению. Тем более, ишимская. Ишимская. Для вас какое еще безумие? Ишимская. Я это отдаю с любовью, не с жадностью. Ну, то есть, я весь здесь на технике. Для меня, у нас у детей, в лагере висит, вот, Россия должна встать. А внизу Россия там, и вот такие там сопляки, они, Россия, это ну... Смешно, конечно. Помощь не рубля. За 40 лет. И еще 40 лет в лагере. И чужих детей воспитать. Вот услышали, в интернете, к нам прилетела директор Кэстонского института основного. Посмотрели, как можно добиваться... У нас, говорит, свои там проблемы. Я слово проблемы не люблю, и он просто отвергает. И она там приходит, смотрит, там, профессора психологии, и наконец-то выводит. Главный директор. Все, в лагере, через большую группу и любовь. А у меня строгое. Шепотом стол за столом, на самом месте. Напротив каждого стола, дежурный, в колпачке, каждый показывает. Первый, в колокольчике, или два, или три, молча. Приехал в начальник медного училища, это Макапян, в двухмерных медного училища, такой дисциплины. Знаете, легли спать, ни одного слова не. Почему? Воспитывается будущее поколение. В момент игры, и где-то девочки даже не запасны прикоснуться. Это целомудная степенность. Но везде за столом, везде первые мальчики. Это охранитель, это священник, это судья, это мозг. А ты должна идти с ним, и ты будешь вот как мусульман. Он с четырьмя поправляется, а ты с собой не знаешь как, а то и другое. Так. Мы уходим. Желаем вам разрешения. Вот это бумага будет взять. Это уже только мама. И вот прослышали, что за один месяц так меняется. Приехал директор Кэстенского института из Бомбана. Останкина привезли. Профессора психологии живут у нас в лагере, и исследуют, записывают, и в конце выводят. Главный движитель в лагере, тире с большой буквы любовь. Любовь это не потворство. У нас в лагере пойдем в пять утра. Ребенок должен по росе пробежаться, искупаться. А на коне он едет. И сбор ягод. И каждый день начинается с молитвы. Мы указываем на Христа. Христос умер за нас. Мы себе не принадлежим. Вся литература, все абсолютно связано с Богом. Ну, знаете, мировые галереи мира. Леонардо Довеевич. Что рассказывают-то? Вот начинают старобрядцы. Вот книга старобрядчества. Старобрядчиц это то, что принял князь Владимир. Сергий Радонежский. Не надо говорить. Баярный Морозов. Но Серафим Савловский трое. Это оба святые. Чего нам спорить о пальцах каких-то? Когда мы русские люди. Вот мне вопрос всегда задают. Представьте. Вот мы едем, ночью где-то в лесополосе. Я показал. Мы до Москвы прошли. Обратно до Байкала. Это все дарю. Вот сейчас последние книги отдаем. Это ровно на два миллиона за два месяца подарили. А у меня ничего нет. Я вот здесь здесь. Зачем? У меня один ответ простой. Это мой народ, моя страна. Я для этого жил. Я в пяти тюрьмах отбывал как политзаключенные. И это все вот в этой книге. Это книга, ключ ко всем остальным. И все это в фотографиях. Вот где бы вы не открыли. Ну это документы. Что печатали о нас, говорили в разных местах. Эти дети у меня в лагере стоят. Вот. Все документы здесь. Это я был в армии. Это моя будущая жена. Вот. А это в Томске, в Томске был Фасты. Вот. Это, ну, преподатель Томского университета. Видите, вот тут я сижу в книге, которые изданы. Красиво смотрится? Да. Спасибо. Я провел за компьютером более 30 тысяч часов за восемь лет. Мне было 62 года, мне 74-й. Показали, как его включать. Не просто, так вот. Осили. Вот откройте. Сейчас покажу. Вот это вот 300 поэтов России за 300 лет. Все, что они сказали по определенной тематике. А то люди думают, а верующий я учу только молиться. Это тоже есть. Но главное, Христос должен во всем участвовать. Я не себе принадлежу Богу. И поэтому мои действия вот так. А книги-то какие вы только гляньте. Это метр сорок. Спрашивает, как назвать? Назвать полку. Можно назвать открытым оком. А можно назвать вот на первой странице. Вот открывает. Во свете Библии. То есть в каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Мне Бог дал это знание и я ими делюсь. Я в Америке выступал. Ну где приходилось. Тут все столичные города. Вот сейчас. Но пока подождите. Потом пошла. Это мой брат. Он протеерей. Это у нас как крещение. Которые люди готовы. Только воют. В озере в полное погружение. Как князь Садимир Христиан. У нас все очень серьезно. Вот Садимир Христиан. Деньги заплатил. Все. Нет. Десять минут. Для крещения нужно три условия. Первое. Научить. А как крестить. Идите научите все народы Господи крестяй. Второе. В полное погружение. И третье условие бесплатно. Ну это взрослого. А младенца когда мы крестим. Мы же все равно не можем ему ничего научить. Что ты ему скажешь. Священники сейчас. Я говорю. Это вы говорите про взрослого человека. Которого допустим вы начинаете крестить. А младенец то ведь он же. А младенец. Вот эта книга. С сектантами. Они не крестят детей. А у нас в подписании доказывается. Родители крестятся и весь дом. Вот. Они так же пришли деньги. Деньги. А то просто все понимают. Дешевка уже идет. Люди ропщут. Недовольны. И патриарх проехал Кирилл по востоку. Вернулся и сказал. Состояние церкви тире духовное развалино. Это я говорю патриарху не худшее показали. Где мы едем там нет развалин. Там пепелище. И вот на дорогах ездят все эти чернявые красивые. Ребята работают где наши. И на стройках и везде. За последние 10 лет. Ну маленько устаревшие у меня данные. 17 тысяч поселений в России исчезло полностью. Это выступает депутат Госдумы Нина Данилова. От КПРФ она правда. И она говорит. Это не то чтобы из реестра краевой администрации вычеркнули поселения. Это потери государственной территории. Она впустовать не будет. Нам никто этого не позволит. Там будут жить китайцы. Будут жить мусульмане. А мы русские на заборках истории остаемся. Поэтому на библиотеку особое внимание сегодня нужно обратить. Поэтому мы ведем это показы. Библиотека это центр села. Центр города. Пойдем. 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 Я не люблю фотографии. Ну кто любит. Пойдем. Отвернем. Пойдем. 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 страна. Это не просто так. У нас они на лошадиах, даже девочки все должны уметь делать. Я учу, что сам умею. Листики разбросал, и по листикам они должны определить, какое дерево, найти его в лесу и определить, на что это дерево угодно. Лечебная трава. Все, что окружает нас, это касается их. Ребенок имеет полное право иметь то, что он желает, если это не противоречит тому, что в уставе написано и нет в этом вреда. Это все в книгах отображено. Это не просто заправа какая-то. Вот отдельный ток, это как православные беседы с тратными сектантами. Сектант православный. Почему мы совершаем крестное знамение? Есть администы, вартисты, крестьянники, подходят по домам свидетелей и комы. Как с ними беседовать? Я повторяю, это очень хорошие люди. Но они вне церкви, они свежатые. И к ним нужно подойти с любовью. Это вот отдельная книга, это второй ток. Вот, допустим, у нас есть старая лезвия здесь, старая прядка. Вот здесь заложено 380 лет старая прядка. Это самое лучшее. Как хорошее взять от них? Вот показывают, боярные Морозовы везут. Да, князь Владимир крестился так. Реформа Никона порушила это. Но Серафим Саровский с тремя персами в Север-Городовской зуме. О чем нам спорить? Когда они оба на небе. И это все показаны в фотографиях. Их материалы с архивов, помещенные здесь. В каждой книге 750 страниц. Иногда спрашивают, ну в таких книгах издать сегодня, какая же это цена? Я скажу, вот 3-х тонн мы издали повторно. Но мы раскрасили листа Вадареан с регистрацией. 2000 экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Вообще невозможно подойти. Я бы сегодня это издавал, а в каждой книге, вот посмотрите, в конце говорится, как она издавалась. Вот. Набор делал сам. Компьютерный герст, я делал сам. Ну издательство общины, свое издательство. Да нет, это издательство одной из лучших в России, как я считаю. Ну а натип книга. Вот написано. Горно-Алтайская. А, это Барнаулия извинена. А вот эти книги, Горно-Алтайская. Горно-Алтайская. Отдельно, вот, допустим, зеленый цвет. Это тоже 750 для страниц. Это Коран. Мусульманство. Есть Коран по ссорам и аятам в сравнении с Библией. 1300 лет, что о них было сказано, заложено здесь. Как прийти к мирной жизни? Как нам научиться брать добрые друг от друга? Друг от друга, пожалуйста. Отдельно, тема сегодня волнует очень многих. Еврейский вопрос. Генеральный прокурор страны Скуратов спросил Березовского. А почему ты более не едешь в Израиль? Он говорит, невеликое удовольствие утром проснусься и знать, что 5,5 миллионов человек думают, как друг друга обмануть. Это еврея об евреях говорит. Здесь 3600 лет. Все, что сказано в Библии, разбирается тому, как нам прийти к мирной жизни, быть полезными друг для друга. Это батюшка мой. Это я стою, ребятишки катаются, стоят, голосуют. Это воскресный день, как проходит. Приехал к нам писатель Быков, у вас, наверное, есть вот книги. Дмитрий Быков. Ну, начальник, я подумал, как они живут тут, люди, это виноград первый вырос. Ну, это с намеком на то, что виноград сами дети. Это из лагеря дети? Да, это потеряевские наши. Поселок Потеряевка называется, первое поселение из Потеряевка. Это крестный ход вокруг храма идет. Они тоже и в лагере дети. Вот, это вот дети учатся как определять. Я говорю, что дети волнуются, где вы их берете? Ну, как, приезжают каждый год и новые дети. Вот, остаются, вырастают. Которые местные жители живут, это свои дети. А лагеря-то набираем отовсюду. Раньше были со всего Союза, сейчас дальше в Москве никого нет. Все отрубили. Вот дети определяют растения. Видите, я преподаю им урок. Вот это у нас собранная пшеница, государство дается. И там проходит крестный ход, освящает пшеницу. То есть, все абсолютно делается с верой в Бога. Это у нас в храме тоже священник стоит. Это собирает картошку. Любовь. Это воскресное соревнование в седровом секретах. В деревне, смотрите. Ну вот это основное, что можно было бы сказать. Или сколько говорится, что материал для нее собирался 40 лет. Помогали профессора, духовные коллеги. И в этом городке хотелось занять. Главный помощник материал собирался 40 лет. Так есть, ну, православие называется. О крещении, покаянии, санковной дисциплине. Ну, я автор, бабкины, глядя. Это я в дар вам привез. Вот все. Спасибо огромное. Храни вас Господь. Так, где у нас это? Отвращение к библиотеке. Кто приходит, чтобы можно было давать такой пригласитель? Я вам сейчас православный крестик. Держите. Наш сайт, телефон. И приглашение к библиотеку. Это мы специально издали, чтобы библиотеки. Библиотеки могут привлекать людей к библиотеке. Мы поможем где-то? Это быстро вам назовется. Мы уйдем.